Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня Центр спортивной подготовки сборных команд игры совместно с региональной спортивной и общественной организацией Федерацией тяжелой атлетики и автоматического автономного округа игры проводит талант-семинар для тренеров и специалистов организаций, участвующих в подготовке спортивного резерва по тяжелой атлетике. Модератором сегодня для вас буду я, инструктор-методистка Стронкина, Анна, и для открытия семинара передаю слово директору Центра спортивной подготовки сборных команд игры Сергею Ивановичу Критику. Пожалуйста, Сергей Иванович. Сергей Иванович, мы вас... Прошу, 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 прошу прощения. Доброе утро, участники онлайн-семинара. Центр спортивной подготовки продолжает цикл онлайн-семинаров по видам спорта. И сегодня мы проводим семинар со специалистами одного из ведущих югоспортов антимасийского округа тяжелой атлетики. Я хочу сразу выразить свою большую благодарность нашим спикерам, которые будут сегодня работать в онлайн-семинарии. Это мастер спорта России международного класса, участник Олимпийских игр 96-го года, старшему тренеру сборной команды Курганской области, тренеру спортивной сборной команды России по легкой атлетике Дмитрию Владимировичу Смирнову и тренеру спортивной сборной команды России Ханты-Масийского округа Алану Руслану Ченаниеву. Спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу и поделитесь сегодня своими знаниями, впечатлениями с нашими тренерами, инструкторами. Хотел бы отметить, что на сегодняшний семинар завелось 67 участников, но еще не все подключились. И очень приятно, и мы рады приветствовать наших студий. Это Ямало-Ненецкий округ, в котором тяжелоатлетики, тоже один из самых популярных видов спорта. Поэтому это хорошо, что все-таки наши семинары не только проходят для ханты-мансийцев, а и другие субъекты подключаются и участвуют. Я бы хотел вам всем пожелать хорошей работы. Хочу проинформировать вас о том, что в 2021 году Чемпионат России по тяжелоатлетике, решением Федерации тяжелоатлетики России, будет проходить в городе Ханты-Мансийске, на котором вас всех, конечно же, принимается, и всех специалистов приглашаем. Надеемся, что уже к тому времени у нас будут более спортивные соревнования проходить и со зрителями, и мы все будем наблюдать за нашими тяжелоатлетами, которые будут отбираться на Олимпийские игры в Токио. Еще раз вас с проведением семинара, хорошей работы, но и пользуясь вот такой возможностью, хочу поздравить аудиторию тяжелоатлетов с наступающим Новым годом, 2021 годом. Я думаю, что все плохое должно стать в 2020-м. 2021 год Олимпийский, и тяжелоатлеты всегда радовали нашу страну медальными зачетами, с большими традициями, поэтому надеюсь, что и те спортсмены, спортсменки, которые попадут в Токио, достойно представят нашу страну по тяжелоатлетике. Удачной вам работы, еще раз всех с Новым годом. Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. Хотелось бы сказать о регламенте нашего семинара. В ходе онлайн-семинара будут рассмотрены следующие темы. Актуальные аспекты подготовки спортивного резерва, эффективное планирование тренировочного процесса. Далее, инновационные аспекты профессиональной деятельности тренера. Спикером для вас выступит, как уже сказал Сергей Иванович, мастер спорта России международного класса, участник Олимпиады, старший тренер спортивной сборной команды Курганской области и тренер члена спортивной сборной России по тяжелой атлетике Дмитрий Владимирович Смирнов. Далее о современных технологиях спортивной подготовки с вами поделится тренер спортивной сборной команды России и Ханты-Мансийского экономного округа Алан Русланович Наниев. Уважаемые участники, если по ходу лекции у вас будут возникать вопросы, просим писать их в чат, либо поднять руку, после чего модератор передаст вам слово. Для тех, кто первый раз на платформе Zoom, как найти клавишу «поднять руку». Внизу на панели нужно найти раздел «Участники». Откроется справа от основного окна «Трансляция список участников конференции» и там внизу будет клавиша «Поднять руку». Ну что, предлагаю начать и передаю слово Дмитрию Владимировичу. Дмитрий Владимирович, пожалуйста. Доброе утро всем участникам. Приветствую на семинаре. Дело в том, что по просьбе Федерации тяжелой атлетики Ханты-Мансийского экономного округа Югра включились в эту работу. На самом деле сроки были сжатые для подготовки, поэтому основной акцент хотелось бы сделать с одной стороны на практические моменты, а с другой стороны осветить ряд моментов, которые касаются и теоретических знаний, чтобы каждый тренер, каждый спортсмен понимал, как на сегодняшний момент строятся все аспекты подготовки спортивного резерва. Ну, начну немножко с теории, что система спортивной подготовки определяется успешностью той или иной страны на международной спортивной арене через полноценное пополнение состава национальных сборных команд. Особого внимания специалистов заслуживает не только системная работа ведущих держав мира, но и анализ различных систем спортивной подготовки, в том числе системы подготовки, которая была в Советском Союзе на протяжении длительного времени, дававшей отличный результат, в том числе и по шкале вложения результат. Высокая конкуренция в мировом спорте, жесткие антидопинговые правила, проблемы форсирования спортивной подготовки на начальных этапах, а также отсутствие полноценной системы эффективной спортивной подготовки, ориентации отбора, пониженный уровень здоровья, физического и психического развития требуют от государства, в частности от Российской Федерации, создания соответствующих организационных, нормативных, правовых и финансовых решений. Все мы замечаем, тренеры, кто работает в зале, что, к сожалению, сегодня дети, которые приходят в зал, они бывают не просто подготовлены для спорта, для занятий, они слабо подготовлены вообще физически, по разным причинам. И, конечно, с одной стороны, большую роль отбор играет, с другой стороны, позиции такие, что связаны с увеличением количества занимающихся, планы стоят перед различными спортивными организациями по привлечению к занятиям спортом. Это на тренеров накладывает дополнительную нагрузку, потому что надо, с одной стороны, и качественно готовить спортсменов высокого класса. С другой стороны, не забывайте и про резерв, про ближайший резерв, и про массовый в том числе. Практика показывает, что только комплексный подход имеет успешный долгосрочный эффект, в том числе, через разработку и внедрение передовых методик тренировки спортсменов, совершенствование организационной, методической работы с детьми, подростками, юношами, девушками на всех этапах спортивной подготовки. Модернизация системы подготовки спортивного резерва стала одним из приоритетных направлений государственной политики Министерства спорта Российской Федерации и осуществляется при участии в поддержке федеральных органов и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций, различных общественных организаций и в том числе организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, а также всех заинтересованных лиц. На слайде представлены некоторые аспекты, регулирующие деятельность в сфере физической культуры и спорта. Законы постоянно в этом направлении меняются, поэтому выборку мы сделали за достоверные данные 17-18 годов по каким-то критериям. И хочется отметить, что в Министерстве спорта Российской Федерации была проделана огромная работа по формированию нормативной базы в систему спортивной подготовки. Внесены изменения в федеральные законы физкультуры и спорта, в том числе по проведению тестации тренеров и иных специалистов. Разработаны и внедрены федеральные стандарты. В частности, в тяжелой атлетике федеральный стандарт был недавно обновлен. И с учетом обсуждался большого привлечения количества специалистов, тренеров, работающих на местах, чтобы действительно стандарты отражали потребности для работы, касающиеся инвентаря, экипировки и всех различных других аспектов. Также были различные утверждены приказы Министерства спорта, определены основы организации процесса подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, для спортивных сборных команд субъектов, то есть локальные различные акции были проделаны. Конечно, на старших тренеров, на общественные Российские Федерации региональные легла большая нагрузка, что объем работы увеличился, подготовить списки сборных команд, подготовить различные мероприятия, но без качественного планирования невозможен хороший результат. Это мы, как бы, и в истории уже знаем. В части формирования социальных льгот, гарантии работникам отрасли в исполнении поручений президента Российской Федерации были разработаны особенности формирования системы оплаты труда для работников государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Были включены единые рекомендации по установлению критериев по системе оплаты труда. Это тоже немаловажный фактор, я считаю, в системе подготовки, потому что основными ключевыми игроками здесь, конечно, является связка спортсмен-тренер. Если у тренера не будет заинтересованности не только, как говорится, моральной, душевной, но в том числе, чтобы он не думал, сколько хлеб в магазине, молоко стоит, а мог максимально подключиться в работу, то и эффективность работы соответственно улучшится. Во исполнении перечня поручений президента Российской Федерации 2017 года ведется очень важная и кропотливая работа по утверждению в субъектах Российской Федерации дорожных карт по доведению уровня финансовых услуг, связанных со спортивной подготовкой к 2020-2021 году до соответствия требований федеральных стандартов о спортивной подготовке. Не знаю на 100% как в ваших субъектах финансово более высоко обеспеченных в Курганской области. Какая работа ведется? Ведется она достаточно сложно, потому что в основном перешли на спортивную подготовку только организаций, финансируемые из областного бюджета на муниципальных, на всех местах, которые финансируются в муниципалитетах. В основном идут различные программы дополнительного подготовки и так далее. И конечно качество снижает работы, но карты составлены, и по этим направлениям работа ведется. Таким образом, в предыдущие годы были по шагу выполнены задачи по систематизации структуры управления, формированию нормативной правовой базы, проведению работ по материально-техническому и финансовому обеспечению, обеспечиванию тренеров и других специалистов отрасли, мерами социальной обеспеченности, а также завершается формирование отраслевой системы организации спортивной подготовки. Вот, например, в 2016 году мы объем финансирования видим на слайде, в 2017 связанных с организациями, осуществляющими структурную подготовку, он фактически увеличился достаточно. В 2019-2018 году также шло увеличение по различным направлениям, что мы из статистики знаем. И поэтому, конечно, 2020 год внес свои коррективы в подготовку, изменилась структура работы, многие организации были закрыты, была приостановлена соревновательная деятельность, но, как говорится, работа ведется. Вот в данный момент на территории Российской Федерации проводятся впервые онлайн соревнования, первенство России по тяжелой атлетике, юноши и девушек. Конечно, здесь огромную роль сыграли и специалисты на местах, и Федерации тяжелой атлетики России, которые внесли изменения в правила соревнований, изменения в календарный план. И это привело к тому, что дети смогли участвовать, в том числе спортсмены, я знаю, с малой игры стала призеркой фермерства. Повправляю всех тренеров, специалистов. Это очень важный момент для развития. Поэтому, если подытожить, кратенько то, что я сказал, на первый план выходит решение следующих приоритетных задач по подготовке спортивного резерва. Это формирование и дальнейшее развитие отраслевой сети организаций, осуществляющей спортивную подготовку, которые предусматривают эффективное управление, системы аккредитации, контроля, координацию деятельности и методическое обеспечение в процессе подготовки спортивного резерва. Также научно-методическое, медицинское, медико-биологическое обеспечение подготовки спортивного резерва с привлечением научного и интеллектуального потенциала России, в том числе на основе классового взаимодействия заинтересованных ведомств и организаций. Хочу сказать, что на примере Ульяновской области были заключены договора, например, с Республикой Татарстан, где ведущие спортсмены Ульяновской области проходят на базе университета научно-исследовательское тестирование на соответствие кондициям. Также ведется работа в ряде областей по генетическому тестированию детей, имеющих предрасположенные занятия физкультурой и спортом. То есть ведется охват, смотрится, как генетика влияет, берут анализы определенные и уже в том числе родителям дают определенные рекомендации специалистам, как тем или иным ребенком построить эту деятельность. Третий и очень важный пункт – это осуществление инновационной деятельности по внедрению в регионах лучших научных разработок и практик в области подготовки спортивного резерва. Ну, 2020 год, конечно, с одной стороны дал нам много раздумий, с другой стороны, именно в этом году мы активно стали участвовать в онлайн-конференциях, обмениваться опытом, используя телекоммуникационные различные моменты. И это, я считаю, тоже дает определенный толчок развития в этом направлении. Обновление содержания тренировочного процесса и совершенствование системы спортивных соревнований с учетом необходимости создания условий для саморазвития и самоорганизации спортсмена, его духовно-нравственное и практическое воспитание в ходе спортивной подготовки. Здесь хочется что сказать по этому пункту. Что мы знаем, что указом президента были внесены поправки и даны рекомендации по разработке стандартов, в том числе связанных с должностью тренера, должность тренера-преподавателя. То есть здесь мы знаем на протяжении многих лет, кто в спорте работает, что между этими двумя понятиями тренер-тренер-преподаватель ждут постоянные такие перетекания. Кто чем занимается, есть ли в этом воспитательная работа в аспекте, есть ли там патриотическая работа. Как тренеру практику хочется сказать, что да, воспитательная работа, она в основе стоит, потому что прежде чем ребенок каких-то результатов должен достичь, он должен получить привычку ходить в зал. Он должен понимать, устроить тренировку в свой ежедневный момент жизненный, в свое расписание. Ну и конечно от нас, от тренеров, от взрослых, зависит, вообще от старших, да, зависит, как мы, кого мы оставим себе на замену, да, в нашей деятельности, вообще, кто нас окружает. Здесь, конечно, большую роль играет и личный пример, и тренера, и тренера-преподавателя, в котором во втором вопросе я постараюсь об этом поподробнее поговорить, что это также момент очень важный. Также развитие кадрового потенциала, системы подготовки спортивного резерва и формирование социальных льгот и гарантий работника мотов. Внедрение дифференцированных подходов к обеспечению различных социально-демографических групп населения с глугами в сфере физической культуры и спорта, с учетом их мотиваций, интересов и потребностей. Хочется сказать, что на самом деле указы президента говорят о том, что мы стремимся к цифре, отлучиваются разные цифры, 55% занимающиеся регулярной основе детско-юношеских спортивных различных организаций. Что касается тяжелой атлетики, то в разных субъектах развитие идет по-разному. Появились также сопутствующие липы форта, где тяжелая атлетика играет роль в фроссфит, в функциональном многоборе. Многие фитнес-клубы появились в фроссфит-залах, где также тренеры по тяжелой атлетике имеют возможность работать уже со взрослым населением, передавать опыт, знания, касающиеся тяжелой атлетики. А также представителям различных видов спорта, потому что тяжелая атлетика у нас является скоростно-силовым видом спорта. И ведущие всей державы, Соединенные Штаты Америки, Америки, Германия, Италия, Франция, в различных уже видах спорта, подготовки, используют средства, методы теоретической подготовки. Поэтому потенциал тренеров, кто знает, владеет этим искусством, демеслом, как готовить спортсмена, как учесть его особенности, она находится более широкое сегодняшний день применение. Мы знаем, что специалисты, тренеры по тяжелой атлетике сейчас в ряде видах спорта пользуются огромной популярностью, и знания, опыт, транслируются. В том числе и идет обратный момент. Часть людей уже принимают участие в соревнованиях по тяжелой атлетике. Уже возникает такое взаимное поникновение в видах спорта. Я считаю, это процесс объективным. Жизнь идет вперед, поэтому тренеры, преподаватели, хочу вам сказать, что можно ваши усилия направлять на сегодняшний день в первую очередь, конечно, для подготовки спортсменов-тяжелой атлетов, для развития массового спорта, а также и опыт и знания применять для работы с искусствующими видами спорта. Хочется представить небольшую табличку вообще методическую, которой я руководствуюсь на протяжении многих лет в своей деятельности. Она очень простая, можете ее записать, можете сфотографировать, пометить. Для у человека, у тренера все начинается, у спортсменов начинается с мечты. Кто-то мечтает стать сильным, это и привело в жалпу. Кто-то мечтает, уже имеет более конкретные мечты стать, например, олимпийским чемпионом. Кто-то хочет заработать денег, обеспечить все будущее. Кто-то хочет популярности и славы. поэтому наши мечты мы фиксируем и определяем в виде целей. Краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных. И берем нашу цель, давайте на простом примере, как это работает, разберем. Например, хочет молодой человек выполнить норматив мастера спорта России. И мы как тренеры должны эту цель разбить на задачи. То есть наши задачи должны включать в себя время, мы должны указать какой это период достичь. Должны разработать понимание у спортсмена, какие у него должны быть результаты способных упражнений в приседаниях, в жимах, в тягах, в каких-то вспомогательных упражнениях, например, в аскет полуприсеком, в аскет со стойкой, взятие штанги на грудь. Вот. То есть нашу цель мы разбиваем на определенные задачи. Также не следует забывать, что если это выполнение норматива мастера спорта, то уровень соревнований должен соответствовать. То есть мы не можем на первой области или первой субъекта выполнить это. Мы его выполним, но его нам никто не присвоит. Поэтому мы четко должны посмотреть на каких соревнованиях мы можем это выполнить. Как на них отобраться. То есть здесь уже задача тренера также взаимодействовать не только со спортсменом, но и со старшим тренером. Людей от кого это зависит. Потому что необходимо вовремя заявку подать, пройти, диспансер и так далее, кучу действий провести, чтобы цель достигнуть. Соответственно, наши задачи мы, как я уже сказал, разделяем на действия. Действия, касающиеся тренировочного процесса. То есть составляется план тренировок, график тренировок, время тренировок определяется. И соответственно, на каждой тренировке спортсмен что-то делает. Действия также у нас и соревновательные действия. Также не надо забывать и про теоретическую подготовку, которую тоже нужно включить в действие, что касается правил соревнований, правил изучения положения соревнований, различных каких-то тактических построений. Выполнить действие мы получаем результат. Это результат может быть который срез на тренировке, контрольная тренировка может быть. Это может быть результат выступления на соревнованиях, Это могут быть какие-то, например, видео, которые мы снимали, или фото каких-то положений, углов так называемых, которые тяжело ответить и присутствуют. В дальнейшем мы должны это все проанализировать. То есть стрелочки с левой стороны идут вверх. Мы анализируем результат, сравним его с задачами. Смотрим, какие действия мы выполнили или не выполнили. В каком объеме выполнили. И смотрим уже, выполнились наши задачи или нет. Анализируем. После проведенного анализа, результаты действий и задач относятся к коррекции. То есть если наши задачи были выполнены на 100%, то мы, соответственно, должны перейти к новым задачам. Если наши цели были достигнуты, то мы должны сесть, планировать, помечтать, поставить новые цели и к этим целям двигаться. А также мы коррекцию вносим в свои действия. Действия касаются всех участников спортивной подготовки, если мы говорим о подготовке мастера спорта на фигуре. Это касается действия спортсмена. Может режим дня не позволил ему это делать. Может быть неправильное питание. Может быть психологической подготовки какие-то сложности. Может быть мы сами как тренер где-то его перегрузили или не догрузили. Или какие-то семейные обстоятельства все время его отрывают от качественной тренировки. То есть какие-то традиции семейные, может быть даже религиозные, не дают ему их понужных совершить действий для достижения цели. То есть мы все это анализируем и вносим определенные коррекции. То есть вот такая табличка, она очень простая с одной стороны, но с другой стороны достаточно эффективно работает, что подтверждается уже и моей практикой. Эту табличку не я придумал. Также мы ее получили на каком-то семинаре. Также многие алгоритмы, связанные, например, в информатике, в математике, связанные с такими же действиями, в программировании. Поэтому пользуйтесь на здоровье, пользуйтесь. Продолжение следует... Волнообразность или цикличная разгрузка, а также индивидуализация. Вообще тема планирования, она огромная, обширная. И сегодня я бы хотел ряд моментов затронуть, посмотреть на каких-то более подробно, остановиться. Если у вас какие-то по ходу возникают вопросы, прошу их фиксировать и в конце темы мы эти вопросы рассмотрим. Может быть какие-то индивидуальные случаи, практические рекомендации, если возможность есть в таком формате общения, их реализовать, их дать направление действий, то постараемся это осуществить. Так вот, одним из основных принципов теоретической тренировки является правильно организованная цикличность тренировочного процесса. То есть, относительно законченный кругооборот, частичной повторяемостью отдельных упражнений, занятий, этапов и целых периодов в рамках определенных циклов. Циклирование – это процесс повторяемости циклов в разной длительности в рамках отдельных периодов, который является одним из средств обеспечения вариативности тренировок. Циклирование является важнейшим средством восстановления атлета и повышения эффективности тренировок. Этому способствует, в первую очередь, правильное распределение нагрузок в различных подлитостях тренировочных циклов. Вот, мы знаем, что есть различные виды тренировочных циклов. Это микроциклы, они обычно совпадают с недельными циклами, но могут быть и отличаться от них на 3-4 дня. То есть, есть продолжительность микроциклов в 4 дня и в 12. В тяжелой атлетике большинство тренеров-специалистов используют недельный микроцикл. То есть, получается, что в месяц у нас получается 4 недели, ну, чуть-чуть больше в месяц, получается 4 семидневных микроцикла. Вот, из практики, из общения, из личного опыта, то есть, работая со спортсменами более тяжелых весовых категорий, начиная с 90 кг и выше, уже используются многими тренерами 10-дневные микроциклы. То есть, в месяц получается 3 таких микроцикла. Есть, что касается мезоциклов. Это такой цикл, который совпадает с месячным циклом. Мы могут иметь и другую продолжительность от 20-ти месяц дней. Я руководствуюсь при планировании недельными микроциклами. Поэтому хочу сказать, что мезоцикл, и вот в частности, представляет собой 6-8 недель. Ну и макроциклы. То есть, это большой цикл от 3 до 6 месяцев до 1 года. Ну, соответственно, от 26 до 50 секунд недель. В микроциклах должны чередоваться нагрузки и отдых, а также более высокие и менее высокие нагрузки. Хочется на представленном слайде показать принципиальный момент, которым мы руководствуемся. И отметить, что планирование – это очень важный момент. Даже если качественный план на месяц спортсмену заставлять, то может 3-4-5 часов времени на это тратиться, уходить. То есть, с одной стороны, с другой стороны, каждый спортсмен – это живой человек со своими сложностями, проблемами. И, конечно, планирование играет огромную роль, но в большей степени как направление деятельности. То есть, мы должны понимать, что мы делаем в данную неделю, что мы делаем в данный месяц подготовки. Какие основные цели и задачи мы ставим. А уже непосредственно оперативное управление спортсменом на тренировке – здесь мы, конечно, должны внести уже коррекцию, посмотреть, как человек восстановился там, как он себя чувствует, может быть, какой у него собственный вес. Может, он пришел там, взвесился, на 3 килограмма меньше, а мы давай, несмотря на это, пытаемся его нагрузить. Здесь нужно очень тонко подходить. И я знаю, что многие опытные тренеры, которые работают в сборных командах, они уже чувствуют своих спортсменов. И если их тренировки перенести на бумагу, то получается вполне логичная, законченная система. В данном случае я вот взял год наш, здесь представлены два флажка, это два важных старта. Для взрослых спортсменов, на примере взрослых спортсменов, это сделано. КР – это Кубок России и Чемпионат России. То есть получается у нас 2 макроцикла 6-месячных, когда мы готовимся к Кубку России и Чемпионат России. И предположим, мы готовимся к Кубку России и разделяется у нас подготовка на 3 мезоцикла, каждый из которых составляет 2 месяца или 8 недель. Вот, на данном слайде представлен мезоцикл. Один из вариантов мезоцикла, мы об этом поговорим. И здесь представлено 8 недель. Девятая неделя – это может быть соревновательный. То есть верхние строчки идут наименования мезоциклов. Вводный, базовый, базовый, ударный, восстановительный, базовый, ударный, моделирующий. И как соревнования. То есть здесь получается рассчитано на 3 учебно-тренировочных сбора по 3 недели. То есть 8 недель плюс неделя соревновательных. Часть тренеров пользуются при планировании 6-недельными мезоциклами. Но основу, хочется сказать, что составляет, в первую очередь, это микроцикл. То есть единственный момент, что мы всегда должны понимать при планировании. Очень важный фактор. Как данная недельная нагрузка будет вписываться, с одной стороны, в годичный наш микроцикл. Какие она решает задачи. И с другой стороны, в меньшую сторону. То есть, выполняя конкретную тренировку, в первую очередь, тренер, в том числе и спортсмен, должен понимать, какая направленность у тренировки. Что, какие цели и задачи мы решаем здесь. И уже это понимание дает хорошее представление. Из личного опыта хочется сказать, что направление мы спортсмену, я лично задаю, на три недели. То есть, как на учебно-тренировочный сбор. Ставим цели и задачи. Но каждую неделю, в понедельник, когда начинается, мы обсуждаем, что мы будем делать, как мы будем в общих чертах рассказывать, что мы будем делать в течение недели. Конечно, все может измениться, еще что-то. Но надо стараться, чтобы те цели и задачи, которые были запланированы неделю, они были выполнены. Ну, по каким-то причинам, что-то, может, не получилось в среду сделать. Значит, сделаем это в четверг или в пятницу. И постараться решать необходимые задачи для того, чтобы приближаться к целям. Потому что, если так вот взять и спортивную подготовку отнести, да, с одной стороны, вот мы, если мало сделали нагрузки, то спортсмен у нас не натренировался, не прибавил результат. Если много сделали, то есть большой риск травмироваться. То есть, вот мы должны пройти, как говорится, по лезвию ножа, по этой тоненькой дорожечке, чтобы и нагрузиться, и не травмироваться, и прибавить результат. Ну, вот если мы вернемся к нашему медициклу, да, мы видим, что в толпцах есть такие моменты, связанные с задачами, с объемом нагрузки. Ну, в частности, КПШ – это количество подъемов штанга, с интенсивностью, с процентом общей физической подготовки, с процентом специально-ферической подготовки, ну и прочее. То есть, вот такой вот момент дает нам понимание, как мы строим вообще нашу работу. Предположим, приехал спортсмен на тренировочный сбор дома, не было у него возможности двухразовых тренировок, может быть, какой-то реабилитационный период проходил. Получается, первый у нас микроцикл, он вводный. Какая задача основная вводного микроцикла? Ну, она исходит из названия. Втянуться в нагрузку, втянуться в двойные тренировки. Как правило, к концу недели у спортсменов уже руки начинают гореть, там, забинтовывают, и все, потому что кожа даже обвыкает от этого. То есть, самая главная задача – сделать объем работы. То есть, как правило, объем работы получается средний или маленький. Интенсивность также средняя или маленькая. Процент общей физической подготовки и специальной физической подготовки зависит от вообще этапа. Какой у нас мизоцикл? Ну, вот я взял, например, мизоцикл, так называемый базовый, где мы начинаем подготовку. Ну, и впрочем, мы указываем какие-то методические рекомендации, вообще, чтобы было нам понятно, что мы делаем, в каком направлении, например, больше работаем на дредком или на холдком, на какими-то пазлами. То есть, это каждый тренер уже индивидуально решает. Рассмотрим следующий, походу, например, микроцикл, уже который называется базовый. Какие здесь задачи стоят? Конечно, увеличить результативность в базовых упражнениях. Базовыми упражнениями у нас, конечно, являются тяги, приседания и жены. Здесь объем работы повышается уже от среднего до большого. Интенсивность, как правило, средняя или малая. То есть, основная задача здесь – сделать большой объем работы, чтобы функционально спортсмен втянулся в работу, проделал хорошую работу. Также многие спортсмены включают повышенное содержание общеведической подготовки. То есть, различные подкачки, какую-то прыжковую работу, упражнения на укрепление мышц короба, крышного пресса, упражнения на статику. Какие-то слабые зрения тренируют или укрепляют, если это связано было в момент с травмированием, еще с чем-то. То есть, входят в нагрузку, когда человек начинает входить в нагрузку, оно начинает, все болячки начинают о себе давать, узнать. То есть, что-то начинает подмывать, что-то начинает побаливать. Здесь задача основной является сделать объем работы. За весами здесь гнаться не надо, не надо быстро набирать форму, потому что это чревато травмами. Здесь нужно входить аккуратно. Следующий мы берем микроцикл, также базовый. По сравнению с предыдущим, мы можем, например, объем работы немножко сбавить, чуть-чуть повысить интенсивность. Или уделить больше внимания уже специальной физической подготовке. То есть, рывку, толчку, тягам и так далее. Считается, что за три недели спортсмен уже набирает определенные формы. Это, уважаемые коллеги, то, что я вам представил, это как бы творческий момент. Каждый может, тренер, исходить из конкретного ситуации, из конкретного атлета. Поэтому самое главное, чтобы был понятен принцип, которым нужно руководствоваться. И мы назвали этот микроцикл ударным. Что это значит ударный микроцикл? Какие у него задачи? Задачи от слова удар, то есть пробить результат в каких-то направлениях. Если сам у нас мезоцикл, в данном случае, связан с базовым моментом, то, может быть, мы ставим задачу дать на объем нагрузки хороший в приседаниях, например, если отстают, например, сила ног отстает, то мы больше работу делаем в приседаниях. Здесь мы можем уже решать таким образом. Либо больше объем сделать, например, дать ему нагрузку. 80% отлучится у результатов 6 по 6 приседаний. То есть это, конечно, будет как ударная тренировка. Но сам вес небольшой, относительно это 80%, но объем работы на этих присаг получается большой. Либо мы можем пользоваться интенсивностью. То есть одно-двухразовое повторение. Дать ему, например, полуприседания со штангой на плечах с весом 210-220-230% лучших результатов, чтобы он уже выбить организм с фазы застоя, что-то поделать новое, ударное. И, конечно, здесь большую роль, играя качественное планирование, готовность спортсмена уже к этому микроциклу. То есть он должен быть четко готов, морально готов, психологически готов, физически готов. Только тогда мы можем запланировать такие серьезные тренировки на пробитие результатов. Следующим этапом идет восстановительный момент. Восстановительный микроцикл. Какая задача? Уследует из названия восстановиться от проделанной работы, восстановить нервную систему. Может быть, какие-то микротравмы были получены. Здесь, конечно, мы привлекаем средства восстановления. Может, дополнительные дни отдыха даем. Может, усиливаем восстанавливающие процедуры, общий массаж или баня с веником, или какие-то гидротермальные комплексы используются. То есть объем работы здесь снижается до среднего и малого. Интенсивность также может быть снижена. И уже в зависимости от цели и задач также изменяется процент соотношения общей физической подготовки и специальной физической подготовки. Ну и базовый ударный дальнейший микроцикл следует в верхней строчке, которую мы уже рассмотрели. Ну и еще есть такой микроцикл моделирующий. Моделирующий от слова моделирование. То есть мы в нем моделируем какие-то характеристики, например, связанные с соревнованием. То есть мы протренировались, подумали и моделируем уже, например, подводку к соревнованиям. Пробуем, как мы сделаем, какой объем работы даем, на какой интенсивности поработаем. То есть приближаем эту неделю к каким-то параметрам. То есть с одной стороны мы можем подводку к соревнованиям сделать, смоделировать. То есть снизить объем работы на средней интенсивности или на маленькой делать, убрать общую физическую подготовку, только специальную физическую подготовку оставить. И посмотреть, после этого сделать прикидку, посмотреть, как, например, эта модель сработала. То есть фактически как бы сценарий делаем, репетируем, как это сработает на соревнованиях. И потом, когда уже идет подготовка к соревнованиям, это может быть там через 3-4 недели, также моделирующий цикл. То есть мы уже какие-то параметры посмотрели. Это касается также психологической подготовки. Смотрим, как спортсмен переносит это. Может ему трудно было, может он ворчал, поднывал, там лежал, но сделал то, что мы запланировали, а потом это хорошо дало результат. А может наоборот, все было хорошо, легко, гладко, а потом мы делаем контрольную тренировку, а на самом деле результат у нас и не получился. Вот. Моделирующий, так мы имеем, микроцикл, он может быть и моделирующим, связанным непосредственно соревновательной деятельностью. То есть делается так называемая контрольная тренировка или прикидка, или контрольная тренировка в форме соревнований, где мы уже моделируем непосредственные действия спортсмена, как он прибавляет вес, с какого веса стартует. То есть определяем начальный вес, определяем второй подход, определяем третий подход, смотрим различные паузы отдыха, например, между подходами. То есть это может быть 2 минуты, если он подряд идет, или минута, если там перезаявки быстро совершились. То есть это может быть 5 минут. Думаем, как нам в это время быть. Или подготовиться с помощью демоторной тренировки настроиться. То есть представить, как подходит спортсмен, поддержать. Может упутаться чем-то. Может быть просто дополнительные подходы сделать. Конечно, опытные тренеры, работающие с высококлассными спортсменами, они уже из своего опыта это знают, как делать. Но чтобы получить такой опыт, конечно, находясь в рамках сборной команды страны, все смотрят, наблюдают, какие действия совершают. И, конечно, аккумуляция опыта, практического опыта происходит. Но не всегда. И какие-то моменты татсуются кем-то правильно, особенно у кого не хватает опыта. Вот. Поэтому возьмите это на вооружение и двигайтесь в этом направлении. Хочется сказать еще немножечко о таком аспекте. Если мы заговорили про объем, про интенсивность нагрузки, если мы берем, например, три недели подготовки, то большинство спортсменов у нас тренируются таким образом. То есть две недели пашутки, как говорится, нагружаются, третью неделю восстанавливаются. Вот. Если мы берем месячный объем работы, то примерами, например, нагрузки, да, в микроциклах могут быть такие, которые по-другому немножко звучат, более просто может быть, но суть как бы сохраняют. Например, может быть средняя, большая, средняя, малая. То есть первая неделя средняя, вторая большая, третья средняя, малая. Может быть большая, средняя, малая, большая. Вот. Из личного опыта, из опыта, вообще, как спортсмена и тренера, то есть достаточно эффективная такая методика, когда ты три недели пытаешься сделать хорошую нагрузку и на четвертой разгружаешься, то есть получается большая средняя, большая малая. Вот. Но здесь нужно очень большие требования к себе предъявлять, качественно планировать, хорошо восстанавливаться в режиме, потому что, как правило, ну, три недели пропахать очень тяжело. Вот. Но есть методики, да, которые мы знаем, высокоинтенсивного тренинга, в котором тренируют у нас спортсмены Тавахстана, общаться с яркими представителями многих других стран, где вообще подход к этому стеклированию немножечко другой. Поэтому какие методики есть, они имеют место быть, результаты люди показывают. Вот. И что хочется сказать, что часть атлетов больше склоняется к интенсивности на своих работах. То есть они все время поднимают большие веса, то есть готовят себя морально-психологически, привыкают к этому и вследствие происходит двиг. Такая, чем методика хороша, да, что тренеру удобно при такой методике он видит, в какой форме его спортсмен. Но потенциалы психической энергии зачастую истощаются и донести этот результат бывает до соревнований сложно. И из опыта мы знаем, что такие атлеты бывают, что на тренировках зачастую поднимают больше, чем на соревнованиях. Вот есть другой подход, когда человек аккумулирует психическую энергию. То есть на тренировке большие веса он поднимает не так часто. В основном работает в зоне 80-85 интенсивность, но аккумулирует свою психическую энергию, готовит и на соревнованиях, как правило, уже выстреливает. Здесь, конечно, для реактивности иной раз это бывает лучше, но для тренера, конечно, большая головная боль, особенно для старшего, главного тренера, как узнать его готовность, как определить начальный вес. Вот, поэтому между такими подходами двумя в основном все это и конца. также уважаемые коллеги, если у кого какие-то вопросы есть касающиеся интенсивности и объемов нагрузки, я могу сказать еще несколько вопросов с этим моментом сказать сейчас общие цифры, чтобы были понятны. К сожалению, не удалось мне полную наглядность по этому вопросу осуществить. Переходя к следующему вопросу, я ряд цифр еще бы хотел вам озвучить, кто может записать, может ими поделиться. Рекомендуется вообще считать нагрузку в учете объема выполненной работы от 70 до 100 процентов и считается, что в соревновательный, предсоревновательный период процент работы в рывковых упражнениях должен быть 82-83%. То есть если мы уже делаем меньше, то достигнуть сдвигов в рывке бывает сложнее. В толчке это 79-81%. Вот. Что касается интенсивности нагрузки, также есть у нас и отечественные наработки и наработки, связанные, по которым тренировались казахстанские спортсмены. Информацию можно взять на сайтах спортивных, на шатойском сайте есть выложенные методики тренировки болгарских атлетов под руководством Абаджиева и так далее. Также в сети можно найти систему Асташко. Это тренер, который работал в Чеченой Ингурской СССР, подготовил множество спортсменов высокого класса и тоже эта система имеет место быть, где качественно идет работа, связанная с объемом, с интенсивностью нагрузки, так называемые 16-недельные планы профессии. Есть в литературе также информация об объеме работы в определенной зоне интенсивности. То есть если мы берем рывковое упражнение, то здесь конечно мы знаем, что если мы высоко будем все время залазить на 90-95% работу, то эта работа может из-за зажать в том числе и технику. Поэтому рекомендуется качественную работу осуществлять для техники, для улучшения техники на 80% в зоне интенсивности. Но регулярно заходить в 90% в 95%, но делать это рекомендуют не так часто, хотя есть методики, где мы знаем, что спортсмены тестируют себя каждую пятницу, так и называют большая пятница. То есть наши казахстанские атлеты таким образом выстраивают процентное соотношение, например, в понедельник основные тренировочные не возьму, в понедельник они работают на 85% в зоне интенсивности, в среду на 80% в пятницу на 95% в зоне и на 100%. И такая система находится постоянно. Но тут надо смотреть уже индивидуально. Также хочется сказать еще о парциальном объеме, процентное соотношение упражнений, различной направленности от общего объема работы. То есть, например, в базовом периоде работы мы можем рывковым упражнением уделять 15%, толчковым 10%, тягам до 25%, приседаниям до 35-40% и жимам, особенно у кого плечевой пояс остается даже до 12% общей работы. Если мы берем уже соревновательный период, то, конечно, у нас увеличивается зона классических упражнений, приближенных к соревновательному к рывку и толчку. То есть, у рывкового упражнения это уже 25-27%, толчковый 20%, количество тяг уже может снижаться до 10-12%, приседаний 25-30% и жимов до 5% от общего объема. и еще очень важный фактор. Мы были недавно на семинаре в Москве, который проводил Международный Олимпийский университет и было сказано, какие цифры позначали, связанные с подготовкой юниоров и взрослых спортсменов. То есть, в соревновательном периоде объем работы жидкая толчка у юниоров должен превышать 50%. Обязательно будет 50-55% работы. У взрослых спортсменов он может быть 45%. Если мы наших юниоров выводим на уровень подготовки взрослых атлетов, то на первом этапе они могут стрельнуть, но потом у них может наблюдаться застой. Это связано с тем, что все-таки объем работы в ротке и толчке у молодых атлетов должен быть преобладающим. Потому что становление происходит в активно-технических показателях и так далее. Ну и базовый период у юниоров меньше чем 45% вообще нежелательно давать. Даже когда базовый период все равно в рывковых упражнениях рекомендуется половина работы делать именно чтобы над этим было направлено. Может зона интенсивности меньше от 70-75-80%. Но именно рвать и толкать нужно постоянно. В ростах спортсмены уже сформированные могут чуть-чуть в этом плане меньше времени уделять а тратить время на восстановление на другие спектры. Вот это хотел сказать. Ну и про интенсивность в тягах приседаниях также различных очень много методик существует. Но считается что например тяги рывковые и тяги толчковые они являются продолжением классических упражнений. Поэтому чтобы они работали на технику именно на технику то рекомендуется тяги рывковые делать в зоне интенсивности 90-95% а тяги толчковые в зоне интенсивности 85-90% Это мы говорим про работу с помостом. А что касается интенсивности например с висой или с клинтов то здесь конечно если не нарушается характеристика динамическое движение то можем и на 100 и на 110 процентов работать. Потому что иной раз видишь зачастую спортсмены делают тягу которая с одной стороны вес стоит 100% рывка то есть скорость уже совсем другая то есть ниже чем нужно вот но например а сам вес для тренировки и развития физических качества например он маленький то есть нужно усилить мышцы спины да например что надо там например становую тягу поделать 110 115 120 процентов от рывка тогда это будет уже ну польза от этого именно для развития силовых показателей а если если мы делаем тягу рывковую на 100% медленно как-то еще ну в каких-то режимах не приближенных то эффективность конечно падает конечно есть уступающие режимы конечно есть остановки различных точках то есть творчество здесь большое но не забывайте всегда что средства и методы они должны быть направлены на достижение результата что касается вообще планирования да перспективного планирования вот то у нас представлено сейчас на слайде оно осуществляется на несколько лет конечно трудно прогнозировать но мы если видим что у нас мальчики девочка заполицы то конечно надо для них это прорабатывать и стараться для каждого интересного спортсмена кто уже юношеском в каком-то возрасте провел проявился уже стараться все эти фазы проработать то есть краткую характеристику спортсмена записать себе все это нужно вести дневник обязательно тренер должен наблюдений за спортсменом вставить цели и главные задачи многолетней подготовки определить какую-то результативность выполнения разрядов каких-то занять какое-то место и так далее основные соревнования определить причем соревнования определять также в контексте связанные с учебой не забываем что у нас спортсмены не только тренируются но и учатся поэтому где-то нам нужны двухразовые тренировки соответственно в плане учебы конечно и желательно переходить на индивидуальную подготовку вот эти организации у нас школа-интернат например на базе в поле физической культуры и здоровья позволяют это делать знаю что в любви вори такая работа осуществляется в других школах-интернатах спортивного профиля училища олимпийского резерва что касается детей кто вообще образовательных там зачастую вообще нет понимания по смену вот надо ED сдавать и очень сложно осуществить уже качественное планирование поэтому не забываем важные старты тренеры планировать в соответствии с учебой что где-то отказать делать на тренировку но где-то дать возможность оклету и морально восстановиться и чтобы он учебу покинул потому что спорт конечно это жизнь сказал Кубертен но без учебы без саморазвития тоже в современном мире трудно как бы выйти в нужный момент также распределение занятий состязания отдыха на каждом этапе спортивно-технические показатели по этапам приседания в жимах в тягах в прыжках в длину с места в ускорении в подтягиваниях в отжиманиях и так далее различные контрольные нормативы педагогический врачебный контроль места занятия оборудования элементарь далее как бы предложен план подготовки атлета который мы узнав сколь области пользуемся форма очень простая этот план он дает направление работы очень удобен для работы и для тренера чтобы общее направление сделать хотя тренер дополнительно может у себя что-то еще помечать используя годовой график это годовому относится как мы видим здесь определенные данные есть рс это лучший результат сезона как правило два соревнования записываем где-то может быть место было запланировано где-то может быть разряд какой-то выполнен также мы видим что дальше идут у нас планируемые соревнования где мы планируем занять место место как правило мы пишем диапазоном то есть очень нас любят конечно руководители запросить точно такое первое место займет или второе но на самом деле спорт не был бы спортом если было бы все так предсказуемо поэтому мы пишем диапазон занятых мест первое третье место или первое шестое или третье шестое или например третье десятое в зависимости от целей и задач которые мы ставим для спортсмена который уже участвует в пикте соревнований а также проводим краткий анализ планов подготовки в прошедшем сезоне как реализовались планы причины расхождения планируемых практических параметров какая была адаптация спортсмена почему травмы возникли ну и уже сравниваем дальше по пунктам по различным сторонам спортивной подготовки например по аэробной по специальной по ОПП по СССР вот также смотрим моменты связанные с технической статистической подготовкой специальной физической подготовкой психологической подготовкой со средствами восстановления медобеспечения вот у меня сейчас передо мной план перспективно моего одного спортсмена уровня у меня сейчас мастера готовится делать мы пишем общеведческая подготовка например недостаточно специальной гибкости например вот и выкуп плечевых суставов и действия подбираем упражнения для улучшения гибкости и уже себе помечаем какие мы делаем упражнения в каком объеме планируем это делать и смотрим чтобы этот спортсмен регулярно все это делал и чтобы в этом направлении шли подвижки или например в тактической психологической подготовки спортсмен психологически устойчивый так и пишем например проблем не выявлены работаем дальше по программе которая предусмотрена стандартами и наша программа автор и так далее если например выявлены проблемы психологической подготовки боится новых весов например атлет или боится широко шагнуть, или там давно не выступал, то мы уже, соответственно, привлекаем, может быть, работу психолога, или беседуем с ним, или моделируем эти моменты на соревнованиях. Позвали несколько человек, похлопали, вызвали его, то есть вот такой антураж создали, прикидку в форме соревнований, чтобы он по мозгу поволновался, подгрел, или сказали, завтра ты будешь проходить в ход. Или наоборот, неговоримому, когда у него будет контрольная тренировка, держим его в новом виде. То есть уже используем какие-то моменты. Медообеспечение, то есть, конечно, такая витаминизация идет. И здесь очень важно взаимоотвязать с диспансерами, чтобы врачи спортивные могли рекомендовать какие-то, например, восстановители и так далее, какие-то процедуры, идете на фактические. Ну и дальше идут антарзиметрические данные, стандартно заполняем. Ну и также мы пишем цели и задачи. Например, вот у меня написано «Стратегия подготовки». То есть попасть в сборную команду, например, в Курганской области, участвовать во всероссийских соревнованиях, занимать первые шести места. Какие задачи нужно для этого выполнить? Повысить результативность всех сторон спортивной подготовки, особое внимание в технической подготовке и рывках. Соблюдать режим питания, потому что спортсмен, чтобы рост небольшой имеет, чтобы в другую весовую категорию не переключить. И соблюдать режим дня, потому что зачастую любят поздно ложиться, поздно вставать, а для двойных тренировок это, например, сложно. Ну и здесь мы форму ввели, то, что у нас знакомые с понятием допинга, ставятся подписи, и вот такие планы перспективные у нас уже в работе наши используются. Ну и небольшой слайдик касаемо основных сторон спортивной подготовки, где мы основное внимание уделяем развитию физических качеств, их соотношению, скорости, силы, выносливости, взрывной силы, гибкости, координации. Также у нас техническая подготовка идет. То есть в данном случае, если мы говорим о юных атлетах, это становление техники. Если уже о подготовленных говорим, это уже совершенствование техники. Тактическая подготовка, она также включает различные формы подготовки к соревнованиям, тактики, изучение опыта ведущих атлетов мы должны делать. Ну и психологическая подготовка также огромную роль играет. Уважаемые коллеги, если вот кратенько я вот так вот пробежался по заявленным темам, конечно, эта тема очень обширная и в рамках нашего регламента сложно осуществить это все. Вот если у кого-то какие-то есть вопросы на данный момент, то я бы эти вопросы мог бы сейчас постарался бы подкрыть. Дмитрий, у меня есть один вопрос. По поводу, сейчас в юношеской ареносборной, старший тренер использует вот такую методику, ну, ты озвучил насчет казахской методики, то бишь та же самая болгарская методика. Как ты думаешь, она у нас приживется? И вообще, как это скажется в дальнейшем на подготовке спортсменов? Дадут ли они этот результат и там по играм и по взрослым в дальнейшем? И твое личное мнение по этой методике? Вопрос понял. Спасибо за вопрос. На самом деле, старший тренер Владимир Викторович Герц, он вдохновился вот этой вот казахстанской системой подготовки. То есть наши юноши, у них три тренировки в день, очень достаточно высокая интенсивность работы. И на самом деле, у меня этот момент тоже вызывает ряд опасений. То есть вот ряд летов у нас в эту, как говорится, кухню попадали, и те молодые люди, которые у нас акселераты, имеют раннее развитие, они с этой системой справляются. То есть она им дает хорошую подвижку, хороший рост. Но прогнозировать, как дальше их рост будет, где черпать резервы, здесь сложно. Я немножечко в сторону отойду, чтобы понятен был мой ответ. Мой тренер всегда говорил такие слова, что у тренера, у хорошего, всегда должны в рукаве быть козыри методические. То есть мы должны знать, что вот на такой методике мы доходим до такого уровня. Например, до уровня мастера спорта мы доходим на одно-двухразовых тренировках. Ну или на одноразовых, как раньше было. Шесть дней в неделю тренируемся. Если мы хотим выполнить международника, то нам, конечно, нужно уже тренироваться два раза в день, выходить на определенные объемы уже интенсивности и так далее. Здесь у нас юноши с малых лет, с 15 лет, с 14 заходят уже в эту, я считаю, очень профессиональную подготовленность. И, конечно, дети, это же дети, кто-то психологически не выдерживает, кто-то, не знаю, даже для взрослых атлетов не всем это тяжело, но те, кто акселераты, они справляются. И я свое личное мнение скажу, у меня ряд мальчиков, они не справились, хорошие спортсмены, но они не вывезли эту работу. Хотя также мы дома готовимся, и двойные тренировки, и к режиму дня, и ко всему. Это очень тяжело. С одной стороны. С другой стороны, если у них адаптация произошла к этому, если они это переварили, то это хорошо. То есть они добавляют, на международном уровне неплохо смотрятся. Но вопрос у меня как у тренера, а что дальше делать? Что с ними делать в юниорской сборной? Ну, где искать потенциалы для роста? Если они три тренировки здесь тренируются, в юношах, то в юниорах что, четыре тренировки делать? Или пять тогда? Ну, то есть вот... Просто я тут обращаю внимание, из тех юношей, которые сейчас вышли в юниоры, даже взять того же самого Бабаяна, у него такие травмы, как будто у него старший тренировок, уже лет 15. Он уже и бедро болит, и колено болит, и спина болит, и все только не болит. Ну, а может, на каком-то периоде эта методика и дает положительные результаты, но в дальнейшем, так как износ ресурса очень большой, на предельных местах ребята работают, появляются травмы, а потом они впоследствии их недолечивают, и они переходят в хронические травмы. А это уже не дает полноценно готовиться к соревнованиям, да и вообще подготовка срывается. И они уже в 20 лет начинают заниматься лечением, они тренировки. Ну, это неприемлемо. И я еще добавлю, я разговаривал с тренерами из Казахстана, общаюсь, даже с той же самой, с Болгарией, с Сагаевым Аланом. Он говорит, ну, уже давно от этой методики отошли, ну, уже подключаем, и тяги, и приседания, и рывки с плентов, и с полупресси, и с висами, потому что без определенной медицинской поддержки, говорит, эта методика не работает совершенно. Так что, говорит, надо моделировать даже здесь эту подготовку и методику тренировок. Еще, еще добавлю по этому вопросу такой момент, да, на самом деле основная цель и задача для этого периода это отобрать наиболее перспективных ребят с одной стороны, с другой, основные цели-то у них должны быть не победить на первенстве Европы, например, всеми силами и средствами. Их основная задача это составить кадровый резерв для участия в чемпионатах мира, в Олимпийских играх. То есть, вот этот момент отобрать как можно дольше. Да, да, да. Во-первых, и второй момент это спортивное долголетие. То есть, мы столько ресурсов затратили на юного атлета, он к 20 годам спекся уже. То есть, спортсмен должен, я считаю, до 30 лет иметь вполне нормальный ресурс, если он грамотно готовился без форсирования, без каких-то, не знаю, высокоинтенсивного тренинга в данном моменте, то его потенциала должно хватать до 30 лет у большинства атлетов. Что сила есть, все есть. Чем мы сталкиваемся во взрослых спортсменах? Ураж есть, задор есть, сила есть, травмы не дают нормально тренироваться. А где эти травмы получили? Начинаем анализировать. Получили или в юниорском возрасте, или в юношеском. Когда там уже шла вот эта вот вся интенсивикация работает. С другой стороны, если как говорится, на карусель спортсмен не заскочил, ему очень тяжело находить средства, возможности для дальнейшего роста. И вот тут большая роль на субъекторы ложится. Те субъекты, которые планомерно без форсирования работают, может быть, в юношах у них меньше результата, но у них спортсмены начинают к молодежи, к взрослым, к юниорам проявляться и давать хороший результат. здесь надо этот опыт улучшать. Спасибо за вопрос. Еще вопросы в этом направлении. Коллеги, еще есть вопросы? В чате вопросы никто не задавал. Дмитрий Владимирович, продолжим тогда дальше, если возникнут все-таки походу. Следующий вопрос переходим. Инновационные аспекты профессиональных деятельностей тренера. Хочется сказать, что к тренеру предъявляются достаточно высокие требования. И зачастую многие люди которые со спортом не связаны, они тренеры, тренер, учитель, учитель, наставник, наставник. То есть как-то это слово стало нарицательным. Хотя на наш взгляд, если мы проанализировали большой объем литературы, связанный с этим, можно сказать, что тренеру предъявляются такие достаточно серьезные общепедагические требования. Первое это высокий уровень нравственного самосознания. Второе это педагогическое конечно образование, широкий идейно-политический плугозор, устойчивые морально-волевые качества, интерес к современным достижениям педагогики, психологии, биологии, высокий общекультурный уровень, умение управлять собой в любых ситуациях и условиях, хорошие организаторские способности, умение руководить коллективом и пользоваться авторитетом у своих учеников. То есть если мы каждый вот этот вопрос посмотрим, то он очень обширный. Специальные требования тренерской деятельности. На сегодняшний день есть стандарты по профессии тренера, где очень-очень подробно все расписано. Но хотелось бы определить основные вот такие моменты, которые я считаю важными. это знание теоретических и методических основ физического воспитания и медицинского контроля, умение владеть технико-тактическими навыками и знания современных научно-методических достижений по своему виду спорта, умение выбрать наиболее способных данному виду спорта лиц, другими словами прогнозировать, способность планировать перспективную подготовку спортсменов учитывая их индивидуальные особенности, умение воспитывать у своих учеников стремления регулярно заниматься спортом, способность подготовить спортсмена к достижению высших результатов соревнований. То есть, как вы видите, уважаемые коллеги, то, что перечислено, это достаточно серьезные требования, и может кто-то свою глубину видит. Я вот вижу, что если каждый вопрос взять, например, вот четвертый, способность планировать перспективную подготовку спортсменов, учитывая индивидуальные особенности. Если это молодой человек, мы вот смотрим, у него все вроде хорошо, все думаем, ну вот будет муха там, хороший, все он взял, там на голову вырос, и все, и сломались углы, и потерялись какие-то моменты, и мы, ну и раз, нужно набраться терпения, чтобы прошло 3-4-5 лет, когда рост и весовые показатели войдут в определенную кондицию. Спортсмен снова заблестает, а не так, что а, маленький был, хорошо поднимал, подрос, начал не расти, хотя этому могут способствовать как субъективные факторы, так и ликвидные. Здесь нужно всегда разбираться. Еще хочется сказать, что тренер это глубоко творческая личность. То есть, вот мы когда говорим про инновационные аспекты, да, сама деятельность тренера, она уже инновационная, по сути. То есть, конечно, молодой тренер, ему трудно сказать, что он какой-то новатор, инициатор, какие-то для этого и существуют стандарты, чтобы человек прочитал, в них, студент это понял, осознал, что в ВУЗе учится, что был на практике, попробовал себя в этой роли. То есть, сами вот эти компетенции, которые вызывают для тренера, они понятны, уже изучены и работают. Но практически довести до этого, чтобы тренер стал хорошим специалистом, здесь этого, как сказать, не всегда базовое образование бывает хватает. хватает. Как в одной стихе, как говорит, тренером, как минимум, нужно родиться, да, чтобы хорошо в этом направлении работать. Анализ деятельности тренеров показывает, что для тренера характерны, прежде всего, идейность, видение, видение учебно-тренировок в воспитательном процессе, желание и умение экспериментировать и накапливать опыт, свобода от самоограничений, гибкость и независимость мышления и действий, высокая творческая энергия, способность концентрировать свои творческие усилия, стремление решать все более трудные педагогические задачи. То есть, готовность к риску, готовность бороться с сомнениями, независимая позиция, поблагодаря стоять на своем. На самом деле, вот эти качества, которые должны быть у тренера, они иной раз становятся для тренера проблемой в общении с высшим руководством, потому что, представляете, человек творческий, а ему говорят, а вот смотри, в стандартах три соревнования, вот тебе надо три, и мы тебе финансирование на три соревнования дадим. Сколько нужно терпения, усилий, потратить нервов на это, доказать, например, такой состав группы у нас, на которой надо пять соревнований или семь соревнований, чтобы они опыт получили, и так далее. То есть, зачастую, должно быть у руководства, понимание, кто такой тренер. Иной раз мы видим, так сказать, можно сказать, бредовые идеи, кто-то отстаивает, и он движется, спорит, ломает стереотипы, идет к ним, а потом на проверку оказывается, что идея, да, была бредовой. А бывают, идеи непонятные, может где-то, может методики непонятные, но человек доказал их своими результатами, своих учеников, начинает уже тогда тоже послушиваться к этому, смотреть, как и что происходит. Вообще, что такое инновация? Это введенное в употребление новый или значительно улучшенный продукт, товар или услуга, или процесс, метод продаж или новый организационный метод в деловой практике организации рабочих международных связей, чтобы было понятно. Это определение из Википедии взят. Что касается тренера, то это то, что новое, мы используем. Но еще раз повторюсь, что сама профессия тренера, она уже инновационная, что человек должен максимально над собой работать, проявлять высокие требования, в первую очередь, к себе. Во-вторых, процесс должен быть организованный, то есть и организация, где осуществляется эффективная подготовка, тоже всячески должна содействовать в работе, чтобы максимальный свой ресурс тренер мог вкладывать именно тренировку. Иной раз бывает ложное мнение складывается, говорит, а посмотрите, как он работает, он там на месте не сидит, там по залу бегает, там все, все, а на поверху посмотришь, а результатов каких-то серьезных нет. Другой вроде бы, говорит, а он сел в развалочку, сидит, что-то там подсказывает, что-то там себе на уме ходит, то ли спит, то ли не спит, как там тренировка идет, а у этого тренера результат на гора. Так вот, есть мнение такое, что основная деятельность тренера, она на письменном столе происходит в планировании, в анализе, в четких критериях действий, в понимании, что надо делать, когда, а тренировка, это уже реализация идет того, что происходит непосредственно на тренировки. Кто-то наоборот использует практический опыт, он говорит, что я там напланирую, человек пришел, поспал, не поспал, мне вот нужно сейчас, то есть он улавливает этих вид, да, его настроение, он видит по глазам, хороший тренер, спортсмена своего видит по глазам и умеет управлять этими состояниями, то есть, поэтому движемся дальше, вот, кратенько пару слов, что цель занятия спортом это достижение наивысших результатов спортивной деятельности и спортивная деятельность, она не для каждого человека, в отличие от физического воспитания. Эта деятельность, она очень трудоемкая, требует от человека значительных физических и психологических напряжений, как со стороны спортсмена, так же со стороны тренера. Вот. И поэтому хотелось бы в инновационных аспектах остановиться на элементах психологической подготовки и на мотивации, что очень важно именно для тренера, чтобы было понимание, что нужно делать для достижения хороших целей. Начнем с мотивации, непосредственные мотивы спортивной деятельности, какие движут мотивы человеком, который начинает заниматься. Я вот и считаю, что это является инновационным. Именно тот момент, что каждый тренер, я вернусь немножко назад, каждый тренер должен понять человека, подобрать к нему ключики, чтобы тот мог реализовать себя в максимально выбранном виде спорта, в частности, тяжелой атлетики. Вот это и есть инновация. Разобраться в человеке, чем он мотивируется, какие у него сильные стороны, его плюсы, физические качества, свойства личности и так далее, условия жизни, какие у него отстающие моменты, как их потянуть. То есть задача тренера смотивировать, найти замотивированного или не смотивировать. То есть вот это найти алмаз, огранить его и вывести на хороший уровень, чтобы человек состоялся как личность, как спортсмен. Это, я считаю, очень большой труд, это талант должен быть тренером, это и есть инновация, в которой я хотел бы остановиться, как общий момент теоретический. Ну и если будут вопросы, каким-то личным опытом поделиться, чем мы руководствуемся лично в своей работе. Так вот, непосредственные мотивы спортивной деятельности в чем заключаются? Потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной активности, потребность в эстетическом наслаждении собой и своими физическими качествами, стремление проявиться, стремление показать рекорд, победить на соревнованиях, потребность самовыражения, самоутверждений, общественном признании и славе. Опосредованное это постреление быть сильным, здоровым, стремление через занятия спортом подготовить себя к практической жизни, чувство долга, потребности, связанные с социальной важной формой. и здесь хотелось бы в первую очередь остановиться на таком моменте, которое касается на психологическом обеспечении тренировок и соревнований, которое я считаю очень важным и в которое идет понимание именно тренера, с чего все это начинается в моменте. Это комплекс мероприятий направлен на повышение эффективности результатов деятельности спортсменов. Обращаю внимание, психологическое обеспечение тренировок и соревнований. Мы знаем, что есть у нас развитие физических качеств, стороны спортивной тренировки мы рассмотрели, мы знаем, что есть у нас тактика, мы знаем, что есть у нас техническая подготовленность, но сегодня при общении с вами я хотел бы на этом моменте остановиться. Включает в себя психодиагностику, включает в себя психолого-педагогические и психогиенические рекомендации, включает в психологическую подготовку спортсмена и тренера и на следующем слайде мы можем это рассмотреть. Кто занимается психодиагностикой как строится вся эта работа? Вообще в нашей стране тренер это такой уникальный продукт многофункциональный, который спортсмену и папа и мама, который и массажист, который и врач, который и старший товарищ, который может и жилеткой быть, кто-то где-то поплакался, который спонсором может где-то выступать банкиром, как говорится. Поэтому функционал у тренера у нас большой с одной стороны, с другой. Мы должны четко понимать, чтобы достигать результатов, мы должны подключать все стороны, все возможности, которые существуют, которые мы знаем. и психодиагностика, она исходя из названия, позволяет определить эти моменты, связанные, начиная с верхних, если взять из строчек, психических процессах, которые происходят у спортсменов. Актуальных психических состояний, мы четко должны понимать, в каком состоянии находится спортсмен. Доминирующие психические состояния, то есть в каких состояниях чаще он находится, какие у него свойства личности, какие у него взаимоотношения. Советская методика, она большой акцент давала на воспитание в коллективе. И иной раз эти формы работы, они имеют как плюс, так и минус. Кто-то склоняется к индивидуальной работе, и эти системы также имеют и плюс, и минус. Также психодиагностика нам нужна в процессе отбора и при изучении условий деятельности, непосредственно в тренировочном и в соревнованиях. Качественную психодиагностику может провести конечно сам тренер, а может он ее провести в совместной работе психологов, но сложно здесь в чем заключается. Нами, тренерским коллективом, мы пытались в Шадринске это организовать и были успехи в привлечении психологов в нашу спортивную деятельность. Но простым психологам очень тяжело начинать, вот, и у нас был специалист такой, который примерно год-полтора мы с ней беседовали, общались, кучу литературы специальной, и она нам давала читать, чтобы мы на одном языке общались, и мною были представлены разные моменты и соревнования посещали и вживую, и смотрели, и в общем какой-то за год-полтора сформировался момент, и уже были составлены психологические карты спортсмена, определенные диагностики, определенные преобладающие мотивы поведения. И мне, как тренеру, конечно, было это новинку с одной стороны, с другой открылись такие моменты удивительные, когда человек ответственный, когда человек волевой, ему соревнования в бой идут. Оказывается, у него это свойство личности, он вуалирует, маскирует под какие-то. Кто-то наоборот, кого-то наоборот соревнования стимулирует, он может не очень формен, но вот это ответственность за команду, за коллектив, да и самому, выходя на помост, его это так мотивирует, то есть он просто идет до конца. Третье ищут оправдания, например, все готовились, кто заболел, кто еще что-то случилось, кто у вас сегодня-то случилось, кто еще что-то, прячется за вот этими моментами. Здесь, конечно, без тихой диагностики никуда. То есть ее, конечно, должен проводить и тренер, и ближайшие ему в этом моменте помощники это родители и это психологи. следующий слайд отражает психолого-педагогические и психологические рекомендации. И опять-таки здесь во главе угла стоит психолого-педагогическая служба, которая должна достаточно эффективно работать. Но сложность в том, что зачастую нет таких специалистов на стыке спорта, которые бы понимали и психологии. То есть здесь должен быть уровень уже подготовки у такого человека как минимум, мастер спорта он должен быть в таком-то виде спорта. Он должен понимать, что такое травма, как с ней справляться, что такое застой в результатах, что такое быть сильным и проиграть. Ну и так далее. То есть он должен изнутри с одной стороны знать, с другой стороны наложить вот этот весь аспект знаний, умений, навыков, касающихся вопросов психологии, педагогики и уже давать качественные рекомендации. И, конечно, здесь большая нагрузка ложится на тренера. Почему я эту тему и взял? Потому что в основном тренеры на семинаре присутствуют. Так вот, эти рекомендации, если мы слово уберем, рекомендации, эти знания в области психологии, психологии, педагогики, возрастной педагогики, различных психологических направлениях, они нужны как тренеру, так спортсмену, так и спортивным руководителям, так же ближайшему окружению, массажистам, врачам, родителям, бабушкам, дедушкам. Вот. Почему это важно? Чтобы было общее представление, понятие, вот есть спортивная организация, да, должно быть четко и понятно в плане вот этой психологической работы, что делается с тренером, что делается с спортсменом, то есть осуществляется какое-то анкетирование, осуществляется диагностика, понимание вообще вот этих всех аспектов и уже либо через самообразование, либо через общение совместное вырабатывается какой-то план стратегии действий. Вот. Также занятием определенным видом спорта, но в частности у нас тяжелый атлетик, тренировочному процессу, соревнованиям, спортивному режиму, спортивной жизни вообще. Почему? Потому что социальная составляющая, например, спорта, она такая есть, она вообще, на мой взгляд, во главе угла этой функции. Если спортсмен, он должен вести себя как с точки зрения я спортсмен. То есть, что он должен делать? Режимить, тренироваться, стремиться к победам, уметь восстанавливаться, уметь ставить цели, достигать, а мы зачастую, например, попался к нам мальчиком, девочкой, хорошей, талантливой, да, вот, но у них мы эту тему упустили, результаты у них хорошие, но мы упустили момент, какая доминирующая у них социологическая составляющая. А она, например, я крутой парень, здравствуйте, ночные клубы, здравствуйте, нарушение режима дня, а я же крутой парень, то есть, богом ему дано, он талантливый, и на каком-то этапе, обычно это до юноши, до юниоров, он на этом моменте прокатывает на своем таланте, может не по режиме прийти рекорд установить, может еще что-то, и рядом смотрят молодые ребята на него, говорят, да ты, блин, ничего себе, и так же начинают, и вот этот момент, он формируется, и возникают неправильные какие-то ассоциации, те спортсмены, кто может меньше одарены, они думают, что это нормально, так себя вести, а в основе всех проблем, вот именно социальная принадлежность, то есть, он не относится, а я спортсмен, а он себя относится, я крутой парень, то же самое относится у нас и, например, к тренерам, то есть, я, например, тренер, я должен действовать, тренер, что я должен делать, набирать детей, тренировать, планировать, анализировать, то есть, весь функционал выполнять, а у нас тренер, например, я там, не знаю, что хочу, то и ворчу, то есть, забивает на планирование, на какие-то еще моменты, а потом всех начинает обвинять, или вовремя документацию не сдают, а потом замечания поступают от методистов, еще кто-то, я же такой парень, то есть, кто же перестает выполнять свой функционал, хотя как тренер может быть талантливый, но, это реализация теряется, поэтому на всех вот этих уровнях должно быть четкое понимание, что, как, где делать, или, например, массажист, представляете, массажист тоже, он должен четко понимать, готовит он спортсмена к соревнованиям, да, пример приведу, он ему говорит, ты сегодня слушай, твои мышцы в таком классном состоянии, точно там, 180 вырвешь, 220 столкнешься, я тебя размял, 220 давай, а другой массажист, например, менее квалифицированный, менее подготовленный, в этом, скажет, слушай, что-то, что-то это, и спортсмен, например, мнительный, он его это еще сильнее может убить, или еще что-то, или наоборот, безориентировать, так, у тебя все хорошо, а на самом деле, может не так хорошо, может мышцы забиты, и так далее, то есть, очень важно, чтобы во всех аспектах было четкое понимание, единообразие в работе, вот этот момент в коллективе, он очень важный, то есть, каждый должен, с одной стороны, заниматься своим делом, своим функционалом, но должно быть общее понимание, представление, этой темы, ну и, здесь также можно сказать, да, что психологическая подготовка, она относится, как тренеру, то есть, через самообразование, через курсы, через учебу, таких спортсменов, тренировочному процессу, соревнованиям, коррекция психических состояний, а также специальная психологическая подготовка к соревнованиям, вот, ну, конечно, еще раз повторюсь, здесь большая роль должна быть за тренером, потому что тренер, это тот человек, которому доверяет спортсмен, это тот момент, который, который, тот коллектив, да, тот симбиоз, который должен сложиться, из личного опыта, что хочется сказать, когда мы привлекали психологов, диагностирование состояния, еще чего-то, получалась интересная ситуация, психолог диагностику проводит, и говорит, я говорю, ну что, подскажите, как это, узнаете, это тайна, вот, я с этим человеком буду работать, на самом деле, начинали анализировать, то есть, как это тайна-то, я-то как тренер-то тоже должен понимать, чем, как мы с вами сработаем, если тайна, вы, это лебедь, рак и щука, получается, вы в одну сторону потянули, со своими взглядами, моментами, семья, там, например, в ту сторону, там, тянет, тренер свою, то есть, тут должно единообразие быть, понятная ситуация, и, в том числе, и психолог должен, надо качественно понимать, что он должен, все-таки работать, и как психолог, конечно, есть личные, внутренние моменты, глубокие, вот, то есть, тоже он должен быть достаточно опыт, может быть, и тренеру не надо, вдруг тренер, там, проговорится, где-то, в каких-то моментах, об этом, еще что-то, а, во-вторых, у спортсмена, так, психологу тоже, нету, знаете, широко распахнутых дверей, эффект пассажира в поезде, он не всегда может сработать, он взял, и за пять минут, всю свою личную жизнь ему рассказал, то есть, спортсмены, они тоже люди, серьезные, они тоже смотрят, ага, диагностируют зачем-то нас, но на это отвечу так, на это так, на это так, то есть, чтобы возникла серьезная работа, у спортсмена, это тоже должна доверие быть, а вот я что-то сейчас расскажу, а у меня, может, даже и тренер этого не знает, а я психологу расскажу, а он ему расскажет, то есть, очень, на самом деле, все непросто, поэтому, то, о чем я в предыдущем моменте говорил, это очень важно, должно быть понимание, вот это поле деятельности, тренера, поле деятельности, психолога, поле деятельности, семьи, спортивных, каких-то руководителей, и так далее, ну и соответственно, умение управлять состоянием, поведением спортсмена, вот это, конечно, психолог, тут вам не прибежит, на соревнованиях, там, да, он может какие-то общие моменты, рекомендации, дать еще что-то, конечно, здесь большая, именно роль на тренера ложится, первое, он должен понять, какое соревнование, настроение у человека, перед соревнованием, непосредственно перед стартом, перерывах между соревновательными упражнениями, или в ходе их выполнения, после соревнований, что касается соревновательной деятельности, и здесь очень важно спрогнозировать, во-первых, состояние спортсмена, во-вторых, оперативно управлять этим состоянием, вот, в частности, посмотреть, что нужно сделать, использовать методики дыхания, или методики убеждения, или сам спортсмен, в этом направлении развивается, вы программу действий составили, это аутотренинг, или это прослушивание какой-то музыки, или еще что-то, есть люди, кто саморегуляцией отлично владеет, есть кому это надо подсказывать, учить, направлять, ну и тренеру нужно в этом направлении развиваться, потому что жизнь меняется, молодежь тоже меняется, больше становится людей, которые попали, может быть, в скорость лучших достижений, если в советское время такие отсеивались, как говорили домашние атлеты, то есть он сильный, талантливый, все, но есть соперники у него сильные, все, он потух, если кого-то нет, то он не тут раскрылся, конечно, когда была высочайшая конкуренция, такие сборные в меньшей степени попадали, а сейчас все равно уровень высокий, на международном уровне тяжелый атлетик, очень сильно возрос уровень, вот, если раньше там были лидерами, там Советский Союз, Болгария, там еще ряд стран, то сейчас в каждой стране есть лидеры, и это уже порядка 20 ведущих стран, физиологических держав, где конкурировать очень тяжело, на международной арене, и требования так спортсменам более высокие предъявляются, вот, а у нас, например, внутри страны все равно в ряде категорий, например, там где-то конкуренция слабее, еще что-то, и вот такая информация о том, чтобы, ну, те, кто есть, как бы на данный момент лидеры, техи нужно вывести в наилучшую кондицию, вот такая задача-то, поэтому так подробно на этом остановлюсь. Умение спрогнозировать состояние, умение им управлять, как со стороны тренера, так и со стороны спортсмена, вот, стратегическое планирование, оперативное планирование, стратегическое управление действиями спортсмена, соревновательные действиями, перед соревнованиями, перед стартом и так далее, то, что я сказал, а также в процессе тренировочной деятельности, перед занятием, при выполнении упражнений, между занятиями, в определенном тренировочном периоде. То есть здесь очень, на самом деле, все серьезно, и когда, и это такая тропотливая работа, на самом деле, для тренера, если у него несколько атлетов, в разных возрастах, иной раз очень тяжело бывает, переключиться, если, например, есть мальчик или девочка, разные подходы. Девочке скажешь, она обидится, мальчик воспримет нормально. Если мальчик, девочка вместе тренируются, да, девочкам говоришь, что-то, чтобы до них дошло, когда мальчики рядом, они по-другому воспринимают, то же самое мальчиком касается. Поэтому вот это надо и учитывать. Сколько лет назад у нас учились раздельно мальчики с девочками, сейчас у нас совместно, поэтому есть как плюсы, так и минусы. То есть и в спортивной подготовке мы тоже должны это учитывать. Не забывать про вот эти моменты. И заниматься самообразованием, привлекать спортивных психологов, работать с ними. И это каждодневный труд. И вести, как говорят у нас тренеры, довести спортсмена до высоких результатов. Зачастую много спортсменов вести трудно, потому что спектр работы, работы, которую тренер должен осуществлять, он очень большой и обширный. Уважаемые коллеги, ну вот вкратце, то, что я хотел сказать, это вот в кадре у нас победный подход Артема Акулова, нашего двукратного чемпиона мира. И хочется на его примере даже пару слов сказать, что и он как спортсмен психологический в нужный момент всегда собирался, упирался, и его тренер, наставник Рим Ахмедович Сирозидинов очень огромным обладает терпением. Я не знаю, где он столько берет, и как наш старший товарищ, мы у него учимся. Он говорит, меньше ругайте, больше хвалите своих воспитанников. Цените их, развивайтесь, двигайтесь вместе с ними, не бойтесь ставить амбициозные цели, задачи, не бойтесь их достигать. Вот, поэтому своим выступлением хотел немножко открыть эти моменты, и сейчас готов ответить на вопросы из личного опыта, может, у вас какие-то в процессе возникли. Коллеги, задаем вопросы, возможно, какие-то индивидуальные... И по первой теме, да, возможно, возникли, и по этим направлениям. Например, в тренировках какие-то, возможно, возникают сложности, которые необходимо решить. Я скажу, я с Римом Ахмедовичем не соглашусь по поводу, меньше ругайте, больше хвалите. Спортсменам надо периодически тоже озвучку устраивать, а то они начинают забывать, кто в доме хозяин, и кто этим всем процессом руководит и помогает им добиваться высоких результатов. Потому что есть такое, спортсмены иногда забывают, и надо им это напоминать. Пучку надо давать иногда. Хорошо, я еще добавлю один из моментов, да. Несколько стадий в взаимоотношении спортсмен-тренер. Первая стадия называется упал-отжался. То есть приходят к нам спортсмены, и тренер начинает с такой психологической точки зрения работать. Делай то, что я говорю, вперед, что-то не так, где-то как-то. Понятно, это ввести в формат момента, но зачастую многие тренеры на этом этапе останавливаются. И когда они уже упал-отжался, говорят спортсмену, кто чемпион мира, но это тоже не всегда, как говорится, работает. С одной стороны, четвертая фаза, да, это сотрудничество. То есть спортсмен и тренер как симбиоз, как связка должны работать. Но это очень редко бывает, на самом деле, очень сложно, потому что каждый, особенно спортсмен, да, он молодой, он как бы основное действующее лицо, как он считает, начинает одеяло на себя перетягивать, о чем Иван Русланович сейчас и говорит, не забывайте про это. И здесь у тренера и должна быть мудрость в прохождении всех этих этапов. Самый сложный, это второй, третий этап, когда спортсмен начинает задавать вопросы. Уже, например, достиг чего-то, мастером спорта стал, победитель первенца страны, а почему так, а не иначе? А почему это, а почему то? Здесь задача тренера это тоже не оттолкнуть его от вникания в процесс, понимание. Вот некоторые, а всячески способствовать этому. Где-то даже, может быть, может быть, шаг назад сделать в каких-то моментах, ну, дать спортсмену попробовать что-то, испытать, ну, чтобы у него дошло, что все-таки он должен через свой опыт ошибок, если он все на плюс, на плюс, он не поймет, что он не прав, он думает, что все у него, что он герой, что он супер. А только тогда, когда пройдет взаимопонимание сложности, как, Алан Русланович, помнишь, что на день рождения Артем ручку подарил Паркер Римм Ахмедовичу, когда там у них сложный тоже был период, и он ему подарил ручку со словами «Римм Ахмедович, я вам дарю ручку с тем, чтобы вы этой ручкой писали классные планы, я их там обязуюсь делать там все это, чтобы снова прийти к задаче». Хорошо Римм Ахмедович не сказал «Заходи, налейте ему стаканчик». Этих моментов я не знаю «Римм Ахмедович». Он бы и отбирался. Ну, в общем, вот так вот. Коллеги, еще вопросы есть у кого-нибудь? Я еще хочу сказать, Юрий Анатольевич, хотел вопрос задать Сорокин, да, говорит, побольше из своей практики расскажите еще, вот жду от него вопрос. Он с нами сейчас? Да, да, с вами. Слышно меня? Да, да, слушаю. Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, свой опыт в плане популяризации, развития тяжелой атлетики в Курганской области. Хорошо, вопрос понял. На самом деле развивается пропагандируйте тяжелую атлетику? Вопрос, понятие. На самом деле оттолкнулись от того, чтобы получить аккредитацию, оттолкнулись от программы развития и постарались в эту программу развития тяжелой атлетики на ближайшие годы максимально включить все пункты, касающиеся подготовки, восстановления, а также мероприятий по развитию этого вида спорта. Потому что если есть результаты, то уже вид спорта тоже начинает сам себя рекламировать. С одной стороны. С другой стороны очень важная работа во взаимодействии с масс-медиа. У нас назначены федерации ответственные за масс-медиа. То есть, чтобы быстро информация проходила и достоверная информация прошла в печать прессу. Также, чтобы были созданы в социальных сетях ряд групп. То есть, моя группа в Инстаграм Коуч Смирнов Федерация тяжелой атлетики и .45 в Инстаграме создана группа ВКонтакте. Также были привлечены специалисты для организации роликов популяризирующих и создания фильмов популяризации тяжелой атлетики. В прошлом году на чемпионате Уральского федерального округа, мы такой фильм развития тяжелой атлетики демонстрировали нашим коллегам на параде открытия 10-минутный фильм, где взяли по годам, а тяжелой атлетика в Шадринске в частности развиваться начала только под руководством тренера с 80-го года, то есть, это только 40 лет. И вот по годам взяли за 10 лет, что прошло кадры, старые видео ведущих спортсменов, достижения, тренеров, сколько залов открылось и так далее. То есть, также работа с очень важная с людьми, кто ответственный, например, за попадание информации на сайт, начиная с учреждений, это детско-юношки, спортивные школы, это кто методист, и все, то есть, у нас, кто в федерации за это отвечает, у нее есть контакты со всеми этими людьми, потому что информация, иной раз, методист хорошо сработал, соревнование прошло, первые фразы своего человека выложил, то есть, хотелось, чтобы это всегда отражалась информация в целом, а потом, в частности, что говорилось про всех, чтобы было единение, а не то, что мы вот лучше, а вы не такие, такого вот нет, мы всегда на таких позициях стоим, вот, ну и, конечно, большая работа с родителями, большая работа в школах, в популяризации, сейчас вот, наконец-то, также у нас, мы стараемся в социальных проектах участвовать, то есть, подключались к проектам, там, тренируемся дома, там, да, с хэштегом, там, или там, в каких-то конкурсах мотивируем, чтобы дети участвовали, особенно, ну, маленький, там, спорт как норма жизни, там, спортплощадка, зарядка с чемпионом, конечно, это накладывает какие-то моменты, кто-то скажет, а, зачем это надо, рвать, толкать от этого больше не будет, но, это дает понимание взаимодействия между спортсменами, спортивной общественностью, между руководителями, между социумом, да, в обществе это востребовано, чтобы зарядку проводили, да, вот сейчас вот, завтра у меня Кибанов ролик будет снимать новогоднее поздравление, там, но это не так, что, знаете, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, там, поздравляю, там, всящая радость тяжелая, а чтобы это было нормально, на это тоже нужно закладывать, тратить ресурс, и мы стараемся это делать, подключаем людей, кто в тяжелой трети неравнодушен, чтобы какой-то мини-нарезочку сделал, фильм, музычку наложил, и стараемся уже в соцсетях распространять, а также используем активно вот эти все социальные группы для общения с родителями, для общения с руководством, чтобы было взаимопонимание, ну, то есть вкратце вот так, то есть заделали план на 4 года, и стараемся его выполнять, анализируем каждый месяц, там, собираемся, и по этим направлениям работу, и люди, кто за это ответственны, они также всех подключают, кому-то дают задание, видео выслать, дали там еще кому-то в группу, все видео скинули, нарезали, раз, фильмик выпустили, уже смотрят, и дети самим интересны, то есть какая-то мотивация появляется, популяризация через это. То есть примерно как-то вот так. Спасибо. А вот смотрю, встречу к Павел, хотели задать вопрос? Нет? Коллеги, у кого еще есть вопросы, Дмитрия Владимировича? Дмитрия Владимировича, да, я вот хотела задать больше организационный вопрос, вы с нами ваши презентации поделитесь? Обязательно, да. То есть да, а всем участникам, я скажу, что у нас, да, ведется запись семинара, и его можно будет заново просмотреть, и также все презентации, две обе, тоже будут размещены на нашем сайте. Коллеги, особенно тренеры, да, с муниципалитетов, какие вопросы у вас возникли по ходу семинара? Ну вот, пример, у меня планов есть, я тоже последний, я еще скажу, в последнее время тоже бывает, приходится дистанционно работать, потому что где-то с ведущими спортсменами находимся на сборах, то есть дома организована подготовка, конечно, камера, она все не передает, живая работа, ее никто не заменит, вот, и вот эта вот атмосфера, какая присутствует, то есть мы посмотрели, вроде бы легко поднял, все, а тут вот эта, как говорится, атмосфера, а что, чем он дышит, спортсмен сегодня, горят у него глаза, как он настроен, как он это, это сложно передать, и вот хотел поделиться примером плана, вот как вот, сейчас вот включим демонстрационно, один из вариантов, да, упустил я, как вариант плана, который я вот использую, ну вот, планирование, да, у меня вот, смотрите, вверху написано план подготовки к первенству Российской Федерации, ну, это так, для себя я все это делал, это среди юниоров, 15-23 года, и по миле написано, Смирнов, Черепанов, Старостин, Антропов, пятая неделя, и все, вот эта вся работа в процентах записана, это общий план для вот этих четырех человек, другие ребята по другим планам тренировались, и плюс, еще идет индивидуализация, потом, каждому есть индивидуальные рекомендации, которые он знает, выполняет до тренировки или после тренировки, но, вот такой общий конвой, как бы, общим планом руководствуемся, ну, предположим, вот он, две тренировки в день, видно, да, понедельник, вторник, среда, и вот такая форма недельного микроцикла, она удобна, чем, что мы уже видим, как бы, наглядно, цели и задачи, которые мы хотим на неделю поставить, и спортсмену я этот план, как правило, высылаю заранее, потом, может быть, корректировка какая-то, когда они видео отсылают, все что-то, но, на самом деле, тут ничего необычного, все, как бы стандартно, но современные формы удобно уже так использовать, хотя, самое главное в плане, конечно, это направление, мы должны четко представлять направление, потому что не всегда получается все вот так вот сделать, то есть, общие всегда планы у меня есть, направление есть, а уже детали мы решаем, но данный план был на расстоянии, там уже направлением одним не отделаешься, когда ты рядом со спортсменом, можно и на тренировке скорректироваться, уже здесь оперативно сделать, здесь уже приходится вот в таком плане работать, но, на самом деле, потом мы анализируем тетради, каждый спортсмен с первого разряда у меня ведет тетрадь индивидуально, вот, раньше как бы нет, а вот первого, да, и уже можно взять план, посмотреть, посчитать нагрузку, как правило, мы уже их учим считать, ребята, как бы циклы считают, умеют и КПШ посчитать, и проценты посчитать, и уже удобно такой план берешь на анализ, посмотреть, что где уже делаем, да, это трудно, это немножко напряг, заставляем их где-то, но мотивируем тем, что если вы будете уметь считать, если вы это делаете, особенно ребята, кто планируется спортом дальнейшую жизнь свою связать, то есть, тренером работать, еще, такой, конечно, компонент очень важен, конечно, кто не хочет вникать там, бесплоховый, но это уже отдельная тема для развивания, ну, вот, например, пример индивидуальности в субботу отражен, да, здесь подводка уже идет, пятая неделя, шестая неделя соревнования, кому, сколько там, тренировки, в субботу, это как бы видно, в приседаниях, кому, как подойти, там, и так далее, ну, в принципе, вот, основное, что вкратце хотел поделиться, тема-то обширная, но вот на каких-то моментах сконцентрировался, чтобы кто-то цифры услышал, озвучили, еще кто-то, хотя, это индивидуально все, и на самом деле, на сегодняшний момент тренеры, кто вот так дотошно считает, их на самом деле мало, склоняются больше к индивидуальной тренировке, потому что сосчитать, посидеть, 3-4 часа потратить, а потом, как говорится, коту под хвост план уйдет, вот, конечно, своего времени жалко, и напряженность возникла, сейчас больше, потому что одного человека тренировать, к сожалению, тренер себе не может позволить, по разным причинам, и оплата труда, соответственно, не та, и рискованно это, мало ли, что с ним получить, хотя эффективность выше, когда мы работаем с одним-двумя атлетами, вот, если есть топовые атлеты, конечно, руководству надо это понимать, надо идти на встречу, с одной стороны, и коллегам понимать об этом, чтобы где-то могли кого-то передать, подключить к сборам, а то иной раз цепляются тренеры также за кого-то, и мальчику не дают развиваться, ну, всему свое время, каждый, кто стремится вырасти, как тренер, он вырастает, каждый, кто стремится, как спортсмен тоже, в принципе, но вот именно организационные моменты, вопросы понимания здесь большую роль играют, взаимодействие именно внутри тренера сообщества, было понятно, кто какой функционал на каком этапе выполняет, это очень важно, чтобы само мнение, оно не заигрывалось, не расходилось, спасибо. Дмитрия, спасибо, коллеги, есть еще у кого-то вопросы, по всей видимости, нет, предлагаю, Дмитрий Владимирович, да, огромная благодарность вам выражает, что нашли время и поделились с нашими тренерами, специалистами своим опытом, своим знанием, я предлагаю сейчас сделать пятиминутный перерыв и уже обратно вернуться и Алан Руслан Ильич Наниев поделится своим опытом с нами, с вами через пять минут давай. Уважаемые коллеги, я хочу отпроситься, да, Алан Русланович, мы потом вашу тему, я думаю, индивидуально еще обсудим с вами, потому что у меня онлайн, как бы сейчас выступают участники, взвешивание начинается скоро и что это нужно будет присутствовать. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Юрий Анатольевич, спасибо за проведение семинара. Ладно, всех наступающих Новым Годом, всем здоровья желаю и хорошего настроения и достойных воспитанников, да, и грамотных тренеров, специалистов. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Взаимно. Коллеги, давайте через 5 минут встречаемся, здесь же не отключаемся, подходим и продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он также должен быть хорошим врачом, чтобы контролировать восстановительные все мероприятия. И также хорошим другом, я бы даже так сказал, для своего спортсмена, психологом. И в связи с этим, я считаю, что тренер должен развиваться и впитывать все новшества в плане в интернете, в плане в сборной команде России и применять это в дальнейшем в своей подготовке. В ходе освоения содержания модуля «Слушатели» познакомился с нормами, актами, регулирующими деятельность отрасли физической культуры и спорта. При проработке темы организовано методическое сопровождение спортивной подготовки. Принятые изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере образования, физической культуры и спорта легли в основу государственной политики по структурированию всей системы спортивной подготовки и ее нормативному оформлению. Впервые в отрасли сделана попытка установления единых требований к организации спортивной подготовки на территории Российской Федерации, повышение массовости детского и юношеского спорта к качеству подготовки спортивного резерва. Определен круг новых задач перед организациями и учреждениями, освещающими спортивную подготовку, органами управления в сфере физической культуры и спорта, которые обусловлены стремительным ростом достижения в мировом спорте, необходимостью поиска новых эффективных методов и организационных форм спортивной подготовки. Также определено новые требования к профессиональной деятельности специалистов в отрасли и их квалификации. Однако рационализация многолетней тренировки юных спортсменов и не только юных, требует организации оптимального управления образовательными, тренировочным процессом в рамках конкретной школы. А это прежде всего аспект содержания методического обеспечения образовательного процесса и организационно-методические условия образовательного процесса. Ну, также добавлю, что тренер должен также прибегать и к методическим указаниям, к методическим материалам. Все это дает в совокупность вот эти новые технологии, которые формируют методику конкретно тренера, методику подготовки спортсменов. Так, ну и методика обучения по рейдам спорта. Я считаю, что методика обучения базовой техники – это немаловажный фактор подготовки спортсменов. В первую очередь, чтобы вот эти все современные методики работали, нужно закладывать на начальном этапе подготовки спортсменов техническое оснащение этих юных спортсменов. Надо их обучать, как правильно исполнять именно эти упражнения, которые, ну, наши базовые упражнения, такие как рывок классический и толчок классический. В дальнейшем это сыграет очень большую роль в повышении результата спортсмена. Это, я считаю, основное. Фундамент вот в этой всей термиде – это начальное техническое оснащение юных спортсменов. Их обучение правильно поднимать штамму, безошибочно. Потом второе – это специфика развития физических качеств и силовая подготовка этих спортсменов. Ну, весь материал, это я опять-таки повторюсь, это еще со времен СССР. Но, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому развитие физических качеств тренеру надо раскрыть тот потенциал силовой у спортсмена. Какие качества у него сильные? Допустим, сильные ноги, сильные руки, плечевой пояс, спина. И уже в этом направлении тренеру приходится работать и использовать вот эти качества в дальнейшей работе. Силовая подготовка – это уже второстепенные упражнения, такие как базовые – это тяги, приседания, жимы и общая физическая подготовка. Это тоже немаловажный фактор в этих современных технологиях. Ну, вообще, я считаю, что современные технологии – это очень ограниченные методики. Это, допустим, медицина и средства восстановления. Ну, а все остальное методики – это, как говорится, велосипед мы заново не изобретем. Но то, что есть из того материала, который создавался еще при СССР, в работе в сборных командах СССР, мы можем просто совершенствовать методику той же самой подготовки, в техническом плане совершенствоваться. Подключать какие-то новые упражнения, которые мы можем сейчас смотреть через интернет-ресурсы. Так, ну и моделирование спортивной подготовки, тренировки и тренировочных занятий на различных этапах. Ну, с момента работы у каждого тренера должно складываться определенное видение своей работы. И индивидуально каждому спортсмену их надо применять. Нету такого определенного шаблона, который поставил, и поэтому шаблон ты можешь готовить пачками этих спортсменов. Надо каждому подходить и индивидуально, по плану, по подготовке. Допустим, кому-то надо нагружаться очень сильно, кому-то надо максимальные веса поднимать на тренировках, чтобы потом себя реализовать на соревнованиях. А кому-то, наоборот, достаточно работать на 80% в весах, показывать огромные объемы. И этот спортсмен... А максимальные веса можно подходить на тягах и приседаниях. И этот тренер уже знает, на что способен свой спортсмен. Поэтому моделирование – это тоже немаловажный аспект подготовки спортсменов и применения вот этих новейших технологий. И вот из этих, исходя из этих всех пунктов, складываются вот эти новейшие технологии, которые потом применяются в методике. Формируется методика подготовки спортсменов. Я считаю, что у каждого тренера должна быть своя методика, свое видение индивидуально. Не надо стесняться применять это, советовать, советоваться с другими тренерами. Надо все это применять на общее благо тяжелой атлетики нашего вида спорта. Поэтому я считаю, что нам надо контактировать почаще, помогать друг другу где-то советами, где-то советоваться. Это сейчас только приветствуется. Ну и я сейчас добрался до своей любимой темы – это медико-биологические технологии спортивной тренировки. Это первая тема – профилактика и медицинское сопровождение при перетренированности. Ну, до перетренированности, во-первых, надо допускать, а так медицинское сопровождение – немаловажный фактор в нашем виде спорта. И вот тут как раз-таки у нас не хватает, мы отстаем от всего мира очень сильно. Я на протяжении всего времени, пока работал и работаю в сборной, наблюдал только присутствие групп КНГ, которые снимают правильность подъема штанги у ведущих тяжелоатлетов, показывают им и указывают на их не ошибки. Ну, опять-таки, те, кто снимают, они в основном – это научные сотрудники, очень мало проработали тренерами, может, некоторые из них прямо со спорта, с действующих спортсменов перешли в эти научные группы. И у них нет опыта тренерской работы. К этому тоже надо подходить индивидуально. И, ну, к советам стоит прислушиваться. Медицинского сопровождения, медицинских исследований, к сожалению, в сборной не проводится. Все тренера работают по взаимодействию с другими тренерами, с других сборных. На личном совете и опыте своем методом, я бы так сказал, пробуя ошибок. Поэтому, вот лично я на своем опыте, я много, у меня очень много друзей в других сборных, в сборной Казахстана, в сборной Азербайджана, в сборной Болгарии, у меня товарищ мой работает тренером. И у них очень много, я советуюсь, по методике медицинского сопровождения. Потом очень много у меня друзей в легкой атлетике. Я вам скажу, у них очень мощная медицинская база сопровождения спортсменов. Очень хорошие медики у них работают. Именно по фарм-сопровождению, по профилактике травм. Я очень много оттуда исчерпал информации. И с этим тоже, это немаловажный фактор. Надо оттуда черпать много информации. И связи, и связи не стесняться контактировать с этими персоналами других сборных команд. Ну, например, вот я скажу на своем опыте, у меня была такая беседа. Я долго подводил этого доктора к этой беседе. Но он мне такую информацию сказал, что, Алан, как вы, ну, чем вы восстанавливаете спортсмена? Ну, я там сказал наши элементарные вещи, допустим, инозин, там, глютатион, это все внутривенные инъекции. И там, когда вы это все делаете? Я говорю, ну, перед тренировкой, там, за 30-40 минут, там, инозин, это же энергетик считается, я в том тот же самый. Он говорит, это все неправильно. Потому что печень у спортсмена, у любого человека начинает свою жизнедеятельность, работу после 12 часов ночи. Через печень синтезируются все вещества, которые попадают к нам в кровь. И то, что вы делаете днем, просто через пот и через почки все с вас выходит, не попав в организм. А все вот эти инъекции надо делать именно перед сном. Когда вы ложитесь спать уже, когда организм начинает, все органы отдыхать, и печень начинает активизироваться, вот тогда происходит максимальный синтез этих препаратов в вашем организме. И все попадает максимально в клетки и максимально начинает работать действие этих препаратов. А то, что вы делаете днем, это все выходит. Не проработав. И вот, в связи с этим я тоже сделал какие-то выводы. Ну, правда, спортсмены вначале ворчали, что там не могут уснуть. Ну, потом все это нормализовалось. Но я скажу, эффект я почувствовал. Эффект был очень хороший. Потом, немаловажный тоже фактор в этом спортивных технологиях, это антидопинговое обеспечение и сопровождение спортсменов. Спортсмены в этом плане должны быть очень подкованы. Они должны быть, ну, очень мощная должна быть у них учебная база. Они должны знать, что им можно, что им нельзя. Потому что, ну, на болеющей глупости спортсмен может лишиться всего. Вот, допустим, не ознакомился с инструкцией, составом препарата, употребил и до свидания. У меня даже вот был такой опыт, у меня спортсмен ходил в диспансер лечиться на физиотерапию. Ну, и мы там сделали из этого картикостероида, обезболивающая мать. Хорошо, что я поинтересовался, кто за мать. Потом поинтересовался с врачом сборной команды. Врач сказал, да, это запрещенный препарат, его нельзя было употреблять. Я пошел к медику, я говорю, так и так, вы же знаете, что это запрещенный препарат, и его нельзя было употреблять. А, что ты переживаешь, что ему контроль сдавать, кто его возьмет. Я говорю, ну как, он один из лидеров, он через неделю едет на соревнования, и он может там сдать контроль. Да, за неделю все выйдет. Я говорю, ну как выйдет? Я говорю, давайте напишите тогда справку. Что спортсмен, что вы берете ответственность, что вы ему дали это назначение. Нет, доктор на это не пошел. И вот из-за этого, из-за неграмотности спортсмена, пришлось нам пропускать эти соревнования. Так что я заранее предупреждаю. Антидопинговое обеспечение и сопровождение спортсменов в плане обучения – очень важный фактор. Если спортсмен в этом плане не подкован, то вот эти все новейшие технологии ему могут не пригодиться. Ну и контроль за работоспособностью на соревнованиях. На соревновательном периоде. Диагностика физической работоспособности и функциональности, готовности спортсмена, организация комплексового контроля подготовки, в том числе в период соревнований. Ну и также я бы хотел заострить внимание основы правильного питания. От этого тоже очень много зависит в спорте. Сейчас очень много материала и в интернете, очень много людей, диетологов, к которым можно обратиться. У нас, кстати, в сборной тоже пытались это все внедрить, но у нас такой специфический вид спорта. Кто-то гоняет здесь, кому-то надо наоборот набирать. Кому-то супертяжи, допустим, у борцов у них есть ограничения. Супертяжи – это до 120 килограмм. Это далеко не супер. У них надо придерживать вес все равно до 120 килограмм. А вот у нас ограничений в тяжах нет. Им можно питаться поднабирать на 200 килограмм и выше. Поэтому у нас, я так скажу, это не прижилось, особенно у тяжей. Но вот основа правильного питания для сгонщиков – это как раз самое то. 120 килограмм – это можно применять в нашем виде спорта. Правильного рационального питания. Также еще один немаловажный фактор – это средство восстановления. Вот этих новых, новые, тоже можно причислить к новым современным технологиям. У нас это очень мало развито в России. Вот я сколько наблюдал за всевозможными сборными на соревнованиях. Взять ту же самую сборную Китая. У них там чуть ли не свои выезжают поворот-диетологи. Доктора за ними очень следят, чуть ли не в руку им насыпают. Они все это принимают. Все под строгим контролем доктора. Очень сильная у них нетрадиционная вот эта китайская медицина. Плюс восстановление, вот это мануальные массажи всякие, всевозможные кастоправы. Я даже был свидетелем, вот наши ребята после соревнований уже отдыхали, к ним подошли два китайца. Как оказалось, это были массажисты. А, один тренер был, один массажист. Но они были чуть-чуть подвыпившие, ну и поэтому чуть-чуть разговорились. И, ну, один китаец сразу нашу спортсменку оттянул взглядом. У тебя где-то проблемы с позвоночником. У тебя где-то чуть-чуть искривление. Но действительно у него были проблемы. Он прям там на месте ее исправил, вправил, хроснул. Ну, один, там был, кстати, мой спортсмен один. Он пожаловался, что у него проблемы с коленом, уже долго не дает ему упокоя. Он прям там на месте начал ему управлять колено, пальцем залез куда-то под колено, чашечкой где-то хрустнул. Кстати, и другой спортсмен это снимал на телефон. И когда он это заметил, он прекратил работу и сказал, смотри это видео и не снимайте меня, потому что у меня будут очень серьезные проблемы. Это все у нас засекречено, говорит, и для общего доступа. Я, говорит, вам помогу, но, говорит, чтобы вы никому это не рассказывали, в ходе того, что я, говорит, могу лишиться работы. И, ну, что он сказал, я в Китае номер один в тяжелой атлетике. Я, говорит, всех ставлю на ноги. У нас, к сожалению, это очень мало развито. У нас нету системы такой, которая могла бы вот наших специалистов, ведущих, которые работают в сборных командах, тех же самых массажистов, тех же самых докторов, отправлять на какие-то семинары, чтобы они там черпали информацию и потом в будущем применяли ее в сборных командах. Особенно по средствам восстановления, я говорю. Очень в сборные зачастую попадают массажисты с очень маленьким стажем работы, с очень маленьким опытом. И как таковое они попадают в сборные, они там учатся. И в основном им спортсмены, в основном, подсказывают, что и как надо делать. И, ну, вот, те массажисты, которые работают по пять лет, уже они более опытные бывают, могут даже и, ну, восстановить от каких-то серьезных травм. Но, к сожалению, зачастую это бывает только в сборных. Вот я по своему опыту еще расскажу. У меня с братом была проблема. Колено очень долго болело, в течение, наверное, двух лет. Кому только мы не обращались, каким только специалистам не обращались, и тибетская медицина, и восточная. Ничего не помогало. Но потом через интернет-ресурсы я прочитал за одного специалиста, он живет в Питере, ради Бальдемар-Наминитенш. Я прочитал отзывы в одного штандиста, который лечился, он его примерно у нас были схожие симптомы. Ну, я обратился к нему, вышел через каких-то знакомых на него. Очень трудно, кстати, к нему попасть на прием. И два месяца мы у него лечились. И традиционный метод был. Тоже я бы его отнес к современной методике восстановления. И мы у него очень долго лечились. Лечение заключалось в том, что спортсмен 3 часа утром и 3 часа вечером лежал под токами. И токами пробивались не только проблемные места, но и внутренние органы через электроды. Один электрод ложился в рот, один ложился на живот, и на проблемные места сразу 6-8 мест пробивалось токами. Ну, очень неприятная процедура, но два месяца мы через это прошли. И что меня удивило больше всего, это то, что некоторые во время своих процедур запрещают заниматься. Он сказал, занимайтесь так же, нагрузки давайте, какие хотите. Я говорю, знаю, я вас вылечу. Ну, и уже через неделю мы почувствовали очень сильное облегчение. У него нога атрофировалась, она даже начала худеть у него. Мышечный тонус вообще отсутствовал, мышцы стали как желе, а другая нога была в тонусе. Никто не мог определить, в чем причина. До сегодняшнего дня даже мы не знаем. Но этот человек поставил его на ноги. И я еще что замечу, два года после лечения мы не принимали ни одной обезболивающей таблетки. Обычно я даю раз в неделю хотя бы или аспирин, или диклофинак, потому что все равно во время очень мощных нагрузок физических, особенно при соревновательных, у спортсменов образуются микровоспаления, какие-то микро надрывчики. И если вовремя эти воспаления не убирать, то бывают потом патологии, ну, дальнейшие травмы, развитие травмы, которые могут, к сожалению, перейти в хронику. И раз в неделю, бывает два раза в неделю, даю аспирин с вами спортсмену, аспирин очень хорошо разжижает кровь, и снимает воспаление. Также есть очень сильный тонус в мышцах у спортсменов, с этим разжижением крови этот тонус спадает, и мышцы не так сильно закисляются и забивают. И опять-таки, вернусь от этой методики, очень нам сильно помогла, и очень, кстати, дорогостоящая методика выходила у нас в день, около, не около, шесть тысяч рублей в день лечения. Мы прошли курс лечения два месяца. Ну, зато я очень доволен этой методикой, по сей день мы созваниваемся с этим специалистом. И опять-таки, я скажу про наше государство, так как он продвигал свою методику в Нидраве и Санкт-Петербурге, в Нидраве еще Ленинградах, ему 90 лет, ему старичку, и она не нашла применения, так как у него нету медицинского образования этого человека. Он по специальности технического образования, ну, очень многих людей он поставил на ноги, даже с того же самого Министерства здравоохранения, но, к сожалению, ему дали понять, что, так как у тебя нету медицинского образования, твоя методика считается нетрадиционной, неофициально, но нельзя будет применять бассейн. Так, ну, также я бы хотел добавить еще современным технологиям это психологическое сопровождение тоже спортсменов. Ну, я сразу хочу сказать, что именно по мужской части, по мужчинам спортсмены не очень любят пользоваться услугами психолога. Как-то они сами привыкли справляться с этим. Ну, некоторые, я как заметил, очень эмоциональные, вот, мнительные спортсмены, они все-таки обращаются. И в основном вот женская часть национальных команд, они очень сильно пользуются популярностью психолога, пользуются услугами психолога. Все-таки девочки, они более эмоциональные личности, и, ну, им даже это и очень сильно помогает, где-то успокаивает перед соревнованиями, где-то внушает уверенность в тренировках, соревнованиях. И, ну, я думаю, что это тоже можно включать методики, это неисследованная часть науки, и можно это применять в подготовках, именно в нашем виде спорта. Почему бы и нет, если есть как бы спрос, можно пробовать этим пользоваться, если есть какой-то результат. техническое технологий, основное зерно, это, я опять-таки повторюсь, это техническое оснащение юных спортсменов на начальной подготовке, это грамотное распределение нагрузки, и, конечно же, один из самых важных, это техническое и медицинское восстановление спортсменов, медицинское сопровождение спортсменов. надо не искать, советоваться, находить медиков очень квалифицированных, ну, советок желательно докторов национальных команд, и чтобы сопровождали, все-таки без медицинского сопровождения наступает очень сильная переутомляемость, накладывает друг друга, и спортсмен попадает в яму. Я считаю, что именно надо использовать вот именно медицинское направление восстановления спортсменов. Это тоже было бы неплохо применять у нас сборных. У меня вроде бы все. Спасибо. Коллеги, есть вопросы к Аллану Руслановичу? Возможно, в чате смотрю тоже нет вопросов тренеру. Ирина Анатольевич, у вас возможны вопросы? Нет. Нет, спасибо Аллану Руслановичу, нет вопросов. Да, все было понятно, все было ясно, основные моменты разобрали. Аллану Руслановичу, пожелать тренерам, чтобы больше контактировали, больше не стеснялись передавать своих спортсменов тот же самый ЮКИОР. У нас как-то ревность, некоторые тренера к этому относятся, чтобы передать. Один раз я сталкивался с одним тренером, я сам, я сам, но в итоге потом, когда спортсмен уже застоялся, он готов был его отдать, но уже толка не было. Так что взаимодействовать надо побольше. В плане подготовки спортсменов, в плане я готов со всеми делиться своим опытом, в плане медицинского сопровождения, в плане технического сопровождения, в плане подготовки по нагрузкам. Я не говорю, что я там супер какой-то тренер, но что-то могу подсказать и я могу его слушать. Надо идти как-то на контакт во благо нашей тяжелой атлетики, нашего вида спорта. Все-таки в суровом севере нам тяжело с зимниками тягаться, но хотелось бы планку поднять и держать ее на высоте. Спасибо, да. Еще раз. Если участники не было, нет больше вопросов к докладчику, к фитеру, нет вопросов к федерации, есть возможность задать Юрию Анатольевичу вопрос, если есть такие вопросы. Пока есть такая возможность, что можно задать, но смотрю, что желающих нет воспользоваться этой возможностью. Тогда уважаемые участники, благодарим всех за участие в онлайн-семинаре. Я думаю, что это не последняя встреча с нами, и следующая будет в формате уже офлайн, где можно будет применить теорию в формате написали, не могли бы дать там так врача у меня в рюкатуре. Есть у меня. Ну, запишите мой номер телефона, если кому-то какая-то информация нужна, кстати, по каким-то болячкам, особенно по движам позвоночника. Очень есть хорошие специалисты в Казахстане. Запишите мой номер телефона 8 932 32 63 7 8 9. Аллан Руслан Владимирович, могу помочь с этими специалистами. У меня тоже есть опыт и контакты. Сталкиваемся и сталкивались. И, к счастью, у нас есть всякие специалисты, которые могут нас поставить на ноги и с протрузиями, и с другими травмами. Так что могу помочь. Звоните. Да, еще раз да, благодарим всех участников семинара. Центр спортивной подготовки выражает огромную благодарность региональной спортивной и общественной организации тяжелой атлетики в лице Юрия Анатольевича Сорокина за помощь в организации семинара. И организационные моменты также уточню, что сертификаты об участии семинара будут направлены на ваши электронные адреса указанных в заявке. Также направлю анкету участника, который прошел обязательно всех запомнить. Там будут такие общие вопросы, которые помогут нам в дальнейшем работать более эффективно. спасибо Центру подготовки сборной команды Юрия. Это большая работа проведенная. Спасибо вам. Еще раз всем спасибо и до новых встреч. До новых встреч. Спасибо, что вы слушали. Всех с наступающим праздником. Надеюсь, в дальнейшем сотрудничать. с наступающим уроком. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok